Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик. Геннадий, здравствуйте. Да, я вас приветствую и приветствую всех, кто с нами в эфире. Давайте начнем с того, что Макрон летал в Пекин, разговаривал с Идзиньпинем. Мало кто на это обратил внимание, но он летал не сам, а взял с собой 50 бизнесменов с Франции. И что получается? Макрон вернулся с Пекина и говорит, что нам нужно не так тесно сотрудничать с Вашингтоном. Как вы считаете, Геннадий, что это за вот такой тезис от Макрона? Он так что-то договорился с Идзиньпинем в Пекине, что он сказал, что нам не нужно влияние Соединенных Штатов такое сильное. Я пока в этом не разобрался. Вчера я был на большом французском канале вечером. И там такой конвейер гостей, информационная такая программа большая. И вот у этих гостей пока там были, до меня, после меня, я им задавал один вопрос. Скажите, пожалуйста, с Вашей точки зрения, они там все политические комментаторы известные, люди во Франции. Я говорю, с Вашей точки зрения, визит Макрона в Париж, в Пекин, это успех или правопоражение? И мне вчера удалось поместить с тремя аналитиками, с тремя публичными людьми, которые дают прогнозы, свои оценки. И все трое мне сказали, что успехом, к сожалению, визит Макрона в Китай назвать нельзя. Может быть, это не совсем поражение, это не совсем провал, но это точно не успех, потому что получилось так, что повлиять на позицию Китая Макрону не удалось. Удалось ли Китаю повлиять на позицию Макрона, мы это увидим, почувствуем. Если честно сказать, мне немножко обидно за Францию. Почему? Если визит, действительно, с их точки зрения, был не очень удачным. Потому что все-таки главным рынком Китая, главным инвестором Китая является Европейский Союз, не Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки – это торговый партнер, товарооборот, рынок и так далее. Это правда. И Китай, понятно, что нуждается в Соединенных Штатах Америки как-никак иной. Потому что экспортная продукция в основном изготавливается в Китае, и она идет к всему миру. А вот инвестиции европейские большей части, и мне кажется, что это серьезный рычаг давления и влияния на Китай. Мне как-то кажется, что Европа его пока недостаточно грамотно или недостаточно эффективно использует. Поэтому что-то, в общем-то, как-то, видимо, не очень пока результативное. По крайней мере, я еще раз говорю, мне трудно сейчас сказать, как это, в общем-то, выглядит в французской прессе. Я не знаю французского языка. В английском языке не очень много комментариев по этому визиту. Как-то они такие сдержанные. Но, видимо, не совсем удалось решить те задачи, которые ставил перед собой французский лидер и глава Европейской комиссии, в основном Фонда Леон, которая была вместе с ним в ходе этого визита. То, что там было 50 бизнесменов, это личный раз говорит о том, что Европа ключевой инвестор в Китае. И наряду с Германией, Францией является одним из важнейших стран по объему инвестиций, по характеру этих инвестиций, по объему производимой продукции. Ну, давайте вспомним такой момент, что я был в Китае, я был в Китае, уже было, наверное, лет 10 назад. Но все машины, кроме самых дорогих, кроме каких-то тех, которые в ручной сборке, особо дорогие, они все машины сейчас производятся в Китае. Практически все. Ну, я имею в виду, то есть все модели, неправильно сказал, не все машины, с точки зрения физического объема, но все модели производятся в Китае. О чем это говорит? О высочайшем техническом, технологическом уровне, китайской, давайте так скажем, по-честному, китайской автомобильной промышленности. Вот и все. Это не только автомобильная промышленность, я просто привел пример к чему. Потому что Франция – страна, которая производит много машин, очень много в Европе французских машин, не только в Европе. Вот эти машины, наверное, в большинстве случаев производятся на китайских конвейерах. Конечно, зависит, что огромная Китай от Европы, но, видите, пока что-то как-то не получается. Европа серьезно, эффективно влияет на позицию, политику Китая. Кстати, Геннадий, есть два варианта развития событий, о чем говорят, как прошли переговоры Макрона и Си Цзиньпиня. Одни говорят, что да, ничего не добился, это фактически поражение Макрона. Он опять доказал, что он, вопреки тому, что Франция, казалось бы, большая влиятельная страна, он ничего не сумел сделать. А другие говорят, что почему 50 бизнесменов, потому что он предложил Китаю французский рынок, больше рынка, и чтобы Пекин не поддерживал Россию. И будто где-то они договорились, что Китай делает все и чинит как-то давление на Россию, на Москву. А как раз Евросоюз, Франция и другие страны дают рынок Китаю. Именно поэтому Макрон заявил, что нам нужно меньше иметь влияние Соединенных Штатов. Может такое быть? Не знаю, возможно, возможно. Просто один из известных французских телекомментаторов, аналитиков, сказал мне, что вот в Намгород, вчера мы там беседовали с ним, вчера, да, вчера выходной был. Нам, говорит, вообще заранее было понятно, что визит не может иметь больших серьезных успехов, ну, просто, как бы, так сказать, не для этого подготовленной почвы, не для этого никаких оснований. Я в любом случае приветствую диалог, который ведет Франция с Китаем, это полезно. А по-любому это все равно какое-то влияние, по-любому это измерение, как говорится, температуры происходящего в Азии, как минимум, а то и в мире, все-таки Китай мировая держава. Ну, вот, видимо, вот так вот с налету, с наскоку, не получилось. Мне кажется, может быть, с Китаем нужно было сравнить более системный, более долгий, длительный диалог, чтобы влиять. Ну, в любом случае, давайте так, по-честному скажем, вреда точно никакого нет. Вот вреда этого визита совершенно точно ноль, и есть определенный все равно задел. Если работать, наверное, что-то можно добиться большего. Китай, у него есть свои проблемы, у него есть серьезные проблемы, и не только там политические и территориальные, есть и экономические проблемы, есть и технологические проблемы. Он не может игнорировать мнение ведущих мировых держав. Все-таки Франция – это Ж-7. Это какая экономика мира-то? Шестая и седьмая экономика мира. Серьезная страна, которая имеет право серьезного голоса, плюс это ядерные державы. Ну, я не думаю, что Китай может полностью игнорировать французское мнение, это чревато. Чревато впоследствии. Все-таки Франция тоже одна из ведущих стран Европы, объединенной Европы. Наверное, надо продолжать эту работу, просто правильно вставлять акцент. Но это мое такое мнение дипломатическое. С точки зрения того, что я сейчас и сам накажусь во Франции, и общаюсь с сотрудниками представителей французского МИДа. У нас вот через неделю будет встреча с представителями, должностными лицами администрации французского президента. Там мы зададим эти вопросы и получим, может быть, больше дополнительной информации. У нас отношения складываются нормально абсолютно с частью депутатов Национальной Ассамблеи. Ну, будем работать, будем уточнять эту тему, будем понимать лучшие планы франции по диалогу с Китаем. Геннадий, конечно же, не мог я вас не спросить о сливе контрнаступления, которое появилось несколько дней назад. Что вы об этом думаете? Много уже было сказано. Я коротко для наших зрителей просто напомню. То, что появилось в сети, якобы 24 страницы того, как будет происходить контрнаступление вооруженных сил Украины и удар по армии России. И вот много там неточностей, потому что в этих документах, якобы, под грифом секретно и некоторые даже топ-секретно, якобы уже у нас есть танки Абрамс. У нас их нет. И там еще несколько важных нюансов, по которым можно понять, что это может быть и фейк. Как вы считаете? Но, конечно же, в Белом доме начали расследование. Так или иначе, они должны это начать. Фейк это или правда. Как вы считаете, это все-таки слив реальной информации или это чье-то и псо? Ну, до конца мы с вами никогда, правда, не узнаем. Или, по крайней мере, будем что-то подозревать, даже если узнаем правду, все равно будем что-то думать, да? Потому что, если это специальная операция, то она должна выглядеть настолько достоверной, что усомниться в ее подлости просто будет невозможно. Что касается самой утечки, это не то, чтобы утечка про информацию, про наступление. Нет, это совсем неправильно. Сегодня я там слушал много аналитиков, которые проанализировали весь массив данных, которые утекли. Это не только там 24 страницы, гораздо больше. Они не системные, эти материалы. Абсолютно. Они относятся к разным эпизодам. Единственное, что их объединяет, это... Они все про войну. Про войну, которая сейчас ведет Россия против Украины. Одни касаются потери, другие касаются каких-то технических вопросов, третьи касаются вопросов вооружений, четвертые касаются учетов каких-то и так далее. Эти... По анализу, который эксперты провели, очень похожи все-таки на какую-то либо случайную, либо осознанную хакерскую атаку на один из серверов Пентагона. И вот оказалось, что где-то, видимо, система может дать сбой, где-то образуется брешь. И эти все документы впервые были выложены на сервере одним из обычных заворядных подростков из Калифорнии, кстати, оптических. Вот. И то ли это действительно случайная, удачная хакерская атака, то ли ему слили это какие-то большие дядьки каким-то предлогом, с тем, чтобы это потом куда-то пошло. Потому что дальнейший ход этих документов, они пошли к чему-то, к отмороженной части людей, поддерживающих Трампа. Ну, такое мороженое, я имею в виду, с точки зрения их выставости. И там часть документов подверглась правке. Ну, например, в Украине прописали там, по-моему, 60 тысяч лишних людских смерти, а в России, по-моему, те же там 60 или 40 тысяч убавили. И получилось, что там украинцев гибнет больше, чем россиян, чуть ли не в разы. Может, такая альфметика. Причем это сразу возоблачается, поскольку в исходных материалах одиции, по потерьм, а потом, когда они уже попадают в публичные сети социальные, там же другие цифры. То есть там кто-то явно приложил к части материала, к части данных, свою, так сказать, там, руку. Каких-то целей. Они в основном эти цели в пользу России. И если там российские следы, или просто там есть какие-нибудь фанаты Путина, сказать сейчас сложно. Расследование там идет. Мы пока не знаем его результатов. Ну, вот тут сейчас сложно сказать. Все-таки это похоже на, больше похоже на какую-то удачную хакерскую атаку, на случайность. Но нельзя исключать, что есть какие-то другие механизмы, которые мы пока с вами не можем понять. Да, но уже в офисе президента якобы оценили, и есть информация, что начали что-то менять в контрнаступительных действиях. Ну, будем смотреть. Там проблема только одна. Там ничего, в общем, по-большому суперстрашного все. Да. В сверхсерьезном у нее ничего нет. Потому что совершенно точно там нет никаких планов по наступлению украинских вооруженных сил. Ну, всерьез ничего нет. Вот. Проблема только одна, что там некоторые опять подхватили, особенно в Кремле, что США шпигают за всеми. Но это не соответствует действительности, поскольку эксперты объясняют, что, и я это прекрасно знаю, что когда идет съем контроль технических каналов передачи информации, компьютерной информации, связи, телефонки, электронные почты, все что угодно, мессенджеры, соцсети, какие-то там сети массива, все это снимается техническими средствами, все, что можно снять, дешифровывается. И там какая разница, кто там что говорит, про кого. Там идет общий массив информации, что потом компьютер дальше систематизирует по темам, по личностям, по персоналям. Это автоматически. Это не то, что американцы шпионы за всеми. Они снимают все, что только могут снять, а дальше там уже разбирается, что к чему имеет отношение, что можно использовать, а что идет на корзину. Вот. Это я просто хотел, чтобы еще раз, лишний раз еще сказать о том, как это выглядит с точки зрения технологии получения этой информации. Это все-таки в первую очередь такие структуры, как РУМО, или, допустим, там аналог есть сейчас, там бывшего 16-го управления, то любое СССР, которое занималось там этим, оно потом превратилось в ПАПСИ, потом по ПАПСИ разделили, и сейчас это там находится в руках двух спецслужб по России. Но американцы мощнее, американцы сильнее. Там в частности приводятся примеры, что они им доносят распространять разговор, который проходит с помощью швейцарского сервиса мессенджера Трима, который, в общем, считается одной из самых нерасшифрованных и надежных в мире. Не знаю, насколько это достоверно, по крайней мере, я об этом слышал. И что американцы были бы нашли какие-то там ключи, которые помогают им дешифровывать эти разговоры. Меня это не очень волнует, я с ним говорю. Пожалуйста. Я и раньше писал, когда работал в органе, говорю, ну, что с меня можно снять, кроме мата, с моего там телефона, ничего. Все остальное я при личной встрече объясню. Вот. Не знаю, чего там наснимали, но, видимо, есть интересные вещи, которые, может быть, еще не все попало в публичное пространство, может быть, еще у нас ждут какие-то открытия. Ну, в общем, такая история довольно занятная и по всему похоже, что, конечно, где-то есть прокол в спецслужбах США, где-то там есть, ну, не спецслужбы, спецслужбы тут нет. И причем как раз этот Пентагон, если они и есть какие-то данные, они там готовились для Пентагона или для союзников Пентагона. Геннадий, если говорить о временно оккупированном полуострове Крым, вам не кажется, что Путин все больше и больше панически боится за этот полуостров, потому что мы говорили, что и с юга технику перебрасывают, и ровы, окопы роют около Евпатории, непонятно зачем. И вот сегодня Путин приказал, можно так сказать, уравнять зарплаты, которые есть на полуострове с уровнем зарплат, которые есть в России. Якобы он так задобряет крымчан или как. Вот это... Покупает, покупает. Проще покупает. Покупает лояльность. А она нужна? Нужно ему покупать лояльность? А думаю, что еще как. Особенно, когда речь идет о Крыме. Ведь крымчане же не дураки, они понимают, что все это проект там Новороссии и все прочие, так сказать, из-за их там, как он сказал, родная гавань, все это собачье, это все придумки крымлевских враней и политтехнологов. А они столкнулись с реальной ситуацией, когда Крым, по большому счету, который славился всегда как, ну как это, помнишь там, в Кавказской пленце, всероссийская здравница, поэтому вот славился чем? Туризмом. Туризм давал много доходов, а вот сейчас ситуация такая, что там не туризм, а не условий нормальных, не строительство, ничего там нет. И люди-то в Крыму, они, в общем, по большому счету, оказались в роли заложников до известной степени, ну что просто понятно было. Вот. И, естественно, они могут предъявить, как говорится, счет, то, что вы обещали, что вы сделали, ребята. И я думаю, Путин понимает, что потери Крыма для него будут означать полные фиаско, есть там, знаете, как они их дорого пели буквы, полный, полный, так сказать, разгром, да, там. Вот. Что там, значит, один сказал, один ученый, матерное слово, а там, склонник сказал, нет, по-моему, это фиаско. Вот. Ну, короче говоря, опять бог с ним. Полный фиаско Путина в Крыму будет означать его конец. Конец его власти, конец его нахождения в Кремле. Он это прекрасно понимает, поэтому дергается. Извините, вот так по-простому скажу. Потому что, ну, вот, действительно, если сейчас пройдет деоккупация Крыма, то он вообще ничего не сможет никому объяснить. Ни народу, ни элитам. Геннадий, как вы считаете, хотя бы не Путин сам, а окружение Путина понимает, что до полномасштабного вторжения Крым на повестке дня не стоял. Да, стоял Донбасс, а потом уже может быть Крым. А сейчас же Крым стоит на повестке дня. И что это обозначает? Что за более чем год войны Россия не приблизилась к своим целям, а наоборот, Украина приблизилась к своим целям. Я не думаю, что это была цель Украины войны вообще в каком-либо виде. Я имею ввиду возврат от территории. Ну да, да, но я думаю, что вообще я об этом говорил с первой минуты начала войны, да и даже до ее начала, что война, она бессмысленна, она принесет только позор и поражение, разлад отношений народов на десятилетия. и мне, например, было сразу самому понятно, я вообще никогда не верил ни в какой успехе Путина в этой войне. Я понимал, что даже если он что-то оккупирует, то там начнется партизанская война, которая не оставит ему шансов. Даже если бы ему удалось сломить военные открытые сопротивления на фронте, он бы столкнулся с масштабом народной войны, которая бы не оставляла шансов Путина абсолютно никаких. Мое мнение такое было всегда. В самом худшем варианте, я думаю, что все равно будет гореть земля под ногами оккупантов. И поэтому он не мог достичь этих целей. Это было понятно всем умным людям с самого начала. Не мог. То, что сейчас происходит, это, в общем-то, оно является логическим продолжением понимания того, какой может это быть война, какой она будет. единственное, я считаю, что позиция, допустим, того же Запада, она оказалась более прочной, более единой и более решительной, чем не только там Путин, а чем даже самые смелые оппозиционеры России ожидали, чем самые смелые, так сказать, мечтатели. Реакция Запада оказалась неожиданно прочной, единой, серьезной и долгосрочной. Это очень важно. Поэтому нет, Путин нет никаких шансов выиграть к войне. Вопрос только в том, как он ее проиграет. Вот сейчас мы можем только с вами обсуждать реально сценарий против, что это будет. Это будет деоккупация только восточных регионах, ну, в смысле, да, восточных регионах, да, Украина, это восточная территория. Либо это будет попытка освобождения деоккупации Крыма, либо того и другого, либо что-то там третий, который все равно приведет к поражению Путина, но оно, может быть, там ему будут иметь какие-то более долгие политические последствия. Вот это вот сейчас единственный сценарий, который стоит обсуждать, как Путин проиграет войну. Вот и все. А то, что он ее не выиграет, не достигнет цели, нам не было понятно еще до его начала. Вот я же говорю, что в России реакция, что все, так сказать, стояли, раскрыв рот 24-ки, в ролях, подавляющее большинство людей, особенно мыслящих, это потому, что они не могли поверить в степени, в такую степень идиотизму Кремля. Даже его обитатели, даже элиты, так называемые, вот эти вот, хоть меня и ругают за это слово, которое там окружали Путина, даже они не могли поверить в том, что он способен на такую глупость, на такой абсолютно самоубийственный просчет. Никто не верил в войну в России, даже в самую верху, потому что, ну, всем было понятно, невозможно, ребят, ну, что вы хотите? 40-ка с лишним миллионной странам, вы хотите завоевать 200-тысячные армии, страна, которая прекрасно знает нас как облупленных, которая, так сказать, там поддержка мировой сообщества, которая там уже показала себя в 2014 году, даже не имея армию, все равно там остановила наступление, да, и все эти небридные попытки там что-то сделать, они ограничились какими-то курсами, территориями, вот, и ничего больше на этом пути не удалось достичь. А сейчас вы хотите по новой все переиграть, да, это невозможно. Это было понятно вот даже крымлевским обитателям, поэтому они, вот как вот находятся до сих пор многие в состоянии ступора с 24 февраля прошлого года. Поэтому тут почему удивляться, война проиграна, это уже понятно, вопрос только, как и когда это будет оформлено. Появилась информация о Геннадии Патрушеве. В первую очередь скажите мне, насколько Николай Патрушев, секретарь Совбеза Российской Федерации, влиятельный, насколько он близок к Путину, и какая информация появилась, что перед полномасштабным вторжением он чуть ли не единственный, кто говорил Путину, что есть еще шансы, есть другие способы как-то найти диалог с Киевом. Как вы считаете, много ли таких людей в окружении Путина, как Патрушев, которые говорили, что может не нужно начинать войну, и вот насколько он влиятельный и близок к Путину? Патрушев влиятельный и близок к Путину, и в общем-то он по большому счету продолжает курировать ФСБ, под которым, извините за неподнаменское выражение, лежит вся ценовая система. Доминирует там ФСБ без всяких там оговорок, и Следственный комитет, и Росгвард, и МВД, и прокуратура, они все и судебные системы, они все там стоят под козырек. Небольшая автономия есть у Росгвардии за счет личности Виктора Золотова, и небольшая автономия есть у ФСО, потому что она обслуживает личные вождения, но это все-таки относительное, потому что автономия, потому что Путин в основном опирается на ФСБ как главный силовой инструмент поддержания власти. Но я что-то сильно сомневаюсь, что именно тот, что Патрушев был тем человеком, который пытался удержать путь на таковой до него ошибке. У нас в ходе сроки, что это больше был Шаньгу, который считал, что армия не сможет победить, и об этом говорил Путин. Мне кажется, что Патрушев как раз принесет тому крыло, которое как раз отрывали и жаждали. Вот. Не знаю, я не очень уверен, что Патрушев тот человек, который пытался до конца Путина убежать от роковой ошибки. Мне кажется, что если бы он пытался убежать, Путин обступал в совершенно другую информацию, а не та, что его там хотят видеть в качестве объединителя России и Украины, что готовы встречать хлебом солью и осыпать, так сказать, под танков лепестками роз. Что-то у меня большие сомнения. Не знаю, я не буду брать, у меня нет инсайдер страны Патрушев, какого-то серьезного. Но я никогда не слышал, что Патрушев был среди реалистов, которые пытались остановить войну. Понятно. Геннадий, вот вы вспомнили о Шойгу, Сергей Шойгу отправился к Лукашенко якобы разговаривать и наращивать сотрудничество в сфере безопасности, о чем Лукашенко накануне говорил с Путиным на встрече. И вот интересную вещь сказал Лукашенко, что он якобы требует от Российской Федерации гарантий, будто чтобы Россия рассматривала территорию Беларуси как свою собственную и защищала как собственную. Зачем это делает Лукашенко? Это шаг к тому, чтобы полностью Россия оккупировала Беларусь? Или это такой маневр опять от Лукашенко, чтобы как-то показать, что я якобы иду на встречу, я готов воевать? Но у меня есть условия, условия, условия. Конечно, страна давно уже сдана Путину, там никакой суверенности и самостоятельности нет, и пока Путина в Кремне ее, видимо, и не будет. Я искренне сочувствую всем белорусам, которые за свободу и независимость выступают в своей стране, но пока это, к сожалению, только пожелания, ничем не подкрепленные. Что касается самого Лукашенко, я все время жду, когда он провозгласит свои функции защиты России и вообще человечества от инопланетян и будет готовиться к отражению атаки инопланетян, потому что, мне кажется, он уже перебрал все варианты, которые, так сказать, вот включают дурака человека. Вот явно, так сказать, помните, какая-то была там, может, я не помню, если я сказал, что там была прекрасная Морезка, когда там включают, что делаем, что отвечать, там, говорят, а что делать, включаем, а вот там они включают и начинают писать письма, делаем заявления, и там, на том конце, где их должны там были отругать и там сказать, что-то сделать, ничего не могут понять, что там случилось, посылают к манировочным и так далее, но время затянуто. Вот мне кажется, что Лукашенко тебя не приняло, включают дурака и говорят, не, значит, все, я сейчас креплю фланг вот этот вот, НАТО не пройдет. Он говорит, слушай, слушай, там, Саш, ты что, куда-то, не понимаешь, НАТО, какой НАТО, ты давай там делай то-то, то-то, то-то. Он, слушай, нет, теперь я сейчас дам Польше понять, что они не могут к нам ссунуться, а вообще оттуда грозит нам опасность. И вот он все время включает, чтобы только не быть втянутом в войну. Теперь он, значит, ядерное оружие то к Польше, то не к Польше, то оно будет, то оно не будет. Теперь он требует гарантии уже от России, такой создатель иллюзии, что, ну, сейчас нападет полщинатовских подразделений и будет у него отнимать власть. Вот. Я все время жду, когда он насерпает все вот эти варианты и скажет, Лайонич, полученная нашим ученым серьезнейшая информация. Я не могу ее огласить, она сейчас мельно начнется паника. Блин, инопланетяне хотят напасть, прямо на нас через меня. И потом пойдут на Россию. Я сейчас все делаю для того, чтобы подготовить вооруженные силы в систему мер защиты безопасности, чтобы они, эти зеленые человечки проклятые, даже и не думали сунуться в Беларуси, тем более в России. И я выполню свою роль защиты России от этих инопланетян. Мы все-таки остановим их. Не волнуйся, мы будем крепить эти рубежи. За нас может быть спокойно. Вот я жду, когда он это скажет. Потому что все время перебирают какие-то варианты вот это включение инопланетян. Но я не знаю, может быть, он бесконечно действительно играет в это. Все равно он должен куда-то дойти до чертиков, до инопланетян каких-то. Ну вот кстати, вам не кажется, что Саше Лукашенко нужно отдать должное за это актерское умение? Ну столько месяцов уже, 13 месяцев уже так играть и так рассказывать и каждый раз найти что-то, что сказать Путину, почему я не нападаю, потому что ну вот НАТО, ну вот то, ну вот все, вот теперь защитите меня. Да, да, ну я честно говоря Лукашенко не восхищаюсь, я его презираю и ненавижу. Не, я имел ввиду вы понимаете, Палач народу белорусского, но в целом, конечно, роль вот этого включитель дурака он хорошо усвоен. Но он все-таки он продукция советской эпохи, видимо смотрел тоже вот эти все яморяски, включаем. По-моему, там Аркадий Райкин вот это делал. Я не сейчас не совсем точно помню актеров, которые играли эту вещь, но там прям вот как говорится инструкция. Как делать, что делать тогда, когда делать уже ничего нельзя, сделать уже ничего нельзя. И вот да, включаем драка. Мне кажется, Лукашенко как продукция советской эпохи усвоил это еще с творчества мастеров нашей культуры, которые как раз вот что-то им сказали. Я думаю, что он будет до конца включать до тех пор, путинская армия не будет вышла в Турцовский район. Вопрос о Пригожине и его вагнеровцев. Вам не кажется, Геннадий, что как-то звездочка Евгения уже потухла и на нем поставили крест даже уже и в Кремле и Минобороны раньше и никуда он уже больше, кроме как Бахмута и класть под Бахмутом украинским своих воинов, бойцов, зэков уже никуда не способен уйти? Мы до конца с вами не знаем их отношения с Путиным. Я считаю, что он для Путина решает важные задачи, я много раз об этом говорил, помимо ситуации той, которая на войне сейчас. Он же держит определенные ключи в своих руках по Африке, по Ливии, по Сирии, по ряд других направлений, и вполне возможно, что Путин от его слух в этом отношении никогда не откажется. Конечно, может наступить тот момент, когда Путин скажет, да, хороший был парень, но слишком много знал. Но кем он его заменит? Сейчас у Путина скамейка, на запасных есть так можно выразить, она крайне ограничена, потому что люди понимают, что, извините за рождение, жопа-то она уже на пороге. Когда она придет, нужно будет как-то спасать свою шкуру, а не заботиться о вожде и не погибать помирать, не поставлять голову за него. Там же в окружении люди довольно циничные и прагматичные, в отличие от безумных ватников, одержимых синдромом великодержавного шизохрения, великодержавного шизохрения. А там люди гораздо циничнее все это рассуждают. И вот я думаю, что как раз он может и сохранять пригожную, например, на какую-то определенную перспективу, вдруг придется драпать. Допустим, вот такой даже гипотетический вариант, придется спасать шкуру, делать ноги. Тут и пригожен может пригодиться. Ну, я понимаю, что он может об этом и не думать, он считает, что хозяин страны, что там всех сделаешь, что накела, которая не промахивается и так далее и тому подобное. Хотя на самом деле они там чувствуют, что мандражируют по полной программе истерят по поводу предыдущего наступления украинских вооруженных сил. Но мы же видим эту истерику там, кому взят за 25 лет, ребятам, которые там пытались поджать в военкомат, объявили их торрец на 19, и что нет строгого режима и так далее и тому подобное. Это же истерика. Это уже психоз такой, который выражается в злобе, мстительности, в желании не уничтожить и так далее. Потому что ну, извините, задержание мандража по полной программе у них там в Кремне. С чем наступление начиналось, они уже боятся. Поэтому вот скорее всего прибожен все-таки хоть его звезда может и закатилась как великого маршала, для побед не будет никакого маршала. Все-таки я думаю, что он все равно в обоим путь останется. Мое ощущение, я могу ошибаться, может быть действительно если он слишком там, что на себя что-то берет, может мы, я не знаю, может он там дерзит ему на совещаниях и звучит кулаком постом. Вдруг. Но если этого нет, то мне кажется, Путин пригожен не сдать, потому что он ему может очень даже сильно в критической ситуации пригодиться. Хотя, конечно, и пригожен тот элемент, который вдруг, так сказать, скажет, что я сдал Путина, привезу вам в ГАГу, а вы мне дайте гарантии из моей жизни безопасности. Да, ведь от любого Путин может такого поступка ожидать, от любого абсолютно. И в этом его вот как раз затравленность, она еще ощущается. У него нет людей, которым он может доверять на сто процентов. Я так полагаю, нет таких. Ну, может быть, только дочери, но они вряд ли как выиграют такую роль, серьезную. В случае чего, если будет случаться в государстве российском, в королевстве российском, там, пойдет какая цена в своих своих. И напоследок, Геннадий, припомню наш разговор перед первым января, где-то в декабре 2022 года. Я вас спрашивал, как вы считаете, изменится ли что-то в 2023 году. Вы тогда сказали, что я очень хотел бы, чтобы все закончилось. Вот прошло несколько месяцев. Как вы считаете, что-то поменялось или вы также верите в то, что в 2023 году война может, ну, не то, что окончится, но активная фаза. Верю, верю, верю. Я продолжаю в это верить, потому что мы же видим какая-то истерика в Кремле в преддверии возможного наступления. Я верю, почему? Потому что я вижу, что российская армия выдохла. Я вижу, что она потеряла способность наступать. Может быть, там что-то они поправили, сделали с медициной, с амуницией, с снабжением, с питанием. Но в целом, если мы берем количество жертв, погибших, и так далее, оно только растет. Поэтому я считаю, что армию утрачивает и боевой дух, если он какой был, и способность к наступлению. А это значит, что, в общем-то, понимают, что он не достигается цели. Но эти войны, она тоже не может длиться бесконечно. Солдат и офицер на поле боя, даже если там не брать какие-то зверства, там все прочее, он не может вечно воевать, если он понимает, что нет результата. А так как результата нет, а Украина набирает силу, это не могут не чувствовать в российской армии. Естественно, этот моральный боевой дух, он будет деградировать, разрушаться, и способность армии сражаться, она еще будет снижаться. Поэтому я верю, что наступление украинских вооруженных сил сейчас очень много занято от Запада. Надо срочно что-то делать, то, что они сделали, учить, поставлять, снабжать и так далее. Я думаю, что в Америке все произвели. Вот я так вижу, что там окончательно есть решение добиться, помочь Украине добиться полной победы на поле боя. Я думаю, что такую же позицию занимает объединенная Европа. Вот сейчас, если они выполнят себе то, что свои планы по поставке вооружения, по обучению украинских на службе, специалистов и так далее, там, у Путина с Гармией не удержат наступление украинцев и покатятся назад. А это будет означать тяжелый моральный психологический состояние всего общества, даже той части населения, которое Путина по-прежнему еще поддержит. То есть, логика говорит о том, что в 2023 году все может закончиться победа в Украине. Или, по крайней мере, будет уже все ясно к концу года. Геннадий, спасибо вам за этот разговор. Надеюсь, что в ваших словах будет правда и в этом году все закончится и мы прогоним оккупантов с нашей земли. Спасибо вам. С нами был Геннадий Готков, российский оппозиционный политик. Егор Якувенко долучается до эфиру. Пан Игорь, я вас витаю и слава Украине. Героям слава. Здравствуйте, Катарина. Здравствуйте и вам. Ну что ж, я как-то начала с вопроса. Совпадение или такие, не думаю, что случилось с Эдуардом Багировым? Он как-то болел, как-то кто-то его преследовал. Собирали ли его в тех списках, знаете, где 10 пропагандистов были написаны после того, как с татарским что-то случилось, там собирали 10 пропагандистов, выдали им личную охрану, я так понимаю, личное оружие, не знаю, что им там выдавали. Его не видело в списках, по-моему, не было. Он вроде умирать не должен был. Вы знаете, по поводу вот тех, кто должен умереть из пропагандистов, это надо спросить наших, ну, во-первых, ФСБ, во-вторых, значит, других силовиков, ну, тех, кто занимается вот подобного рода вещами, потому что, ну, они знают, они эти списки составляют, они, собственно говоря, приводят это в исполнение, то есть, они определяют очередную сакральную жертву, они, как бы, зачем-то убили Дарью Дугину, когда ее просто надо было судить, конечно, ну, или там, иллюстрировать, но это уже, как бы, дело такое, но убивать точно не надо было, они ее зачем-то убили, Татарского тоже бы хорошо судить, они его тоже зачем-то убили, поэтому вот, что там с кем случилось, и как бы, чья очередь, это, ну, это точно не ко мне. Я думаю, что в Украине тоже об этом ничего не знают, и поэтому тут, как бы, надо спрашивать тех, кто организовывает подобного рода убийства. Но там в списке был Киселев, Корчевников, Котц, Красовский, Красовский очень сильно переживал, кстати, потому что он понимает, что, наверное, он такой следующий, Норкин, Пегов, Подоляка, Рожин, Скобеева и Толстой, Симоньян там не было, наверное, Симоньян решила, что нет вокруг нее никакой тайны. Ну, еще раз говорю, это надо, они должны просто договориться, так сказать, с ФСБ, там, в принципе, они же имеют, практически каждый из них имеют отношение к этой структуре, поэтому им там, по их ведомству надо внутри себя договариваться. Вот, так что, это же, ну, мы-то какое-то к этому отношение имеем, значит, Украина не имеет никакого отношения, российская оппозиция к этому не имеет никакого отношения, поэтому это все, это все наследники товарища Судоплатова, они умеют это делать, они это делают всегда, и поэтому, что тут, что тут разбираться. Пусть они выясняют, кто, кто следующий по очереди. Я начала просто с того, что как-то сегодня неожиданно умер пропагандист и доверенное лицо Путина Эдуард Багиров, и я вот смотрю, что об этом написал Варламов, телеграм-канал Варламова, по крайней мере, говорит, не хотелось бы сообщать, пока семья в шоке, в таком, но что уж тут поделаешь, если это стало такой широкоизвестной историей, и вот 47 лет ему было. Не говорят причину, но как-то в последнее время, знаете, мы говорим о том, что культ смерти, а мне кажется, это уже не культ смерти, это уже просто смерть как бы за каждым по пятам там ходит. Ну, слушайте, значит, вообще война – это дело такое, значит, война и смерть – это какая-то история, которая всегда сопрягается, и поэтому, но вот эти ребят я понятия не имею. Вообще, честно говоря, Багиров – это такая фигура малозначительная, что я даже не очень понимаю, кому и зачем понадобилось его убивать, вполне возможно, номер естественной смерти – это настолько, ну, да, смерть каждого человека – это действительно важно, там, понятно, но человек, в общем, малозначительный, поэтому, ну, что называется, умер – умер. Вот, а вообще, в принципе, ну, вот очень меня поразило, как стали возмущаться и удивляться и ужасаться вот эти вот ребята, когда, значит, умер татарский. Такое ощущение, что вот гибель десятков тысяч украинцев и в том числе мирных жителей, детей, – это нормально. А то, что вот умер уголовник и террорист – это всё-таки какой-то ужас по этому поводу надо… Ну, это принцип такой – нас-то за что? Ну, ладно, мы убиваем десятками тысяч украинцев, но нас-то за что? Вот это вот абсолютная такая с одной стороны вроде как наивность, а с другой стороны это полный моральный идиотизм. То есть непонимание того, что в конечном итоге война – это обоюдоострая история, что она обязательно возвращается, обязательно она приходит в Россию и придёт в Россию, и в Москву придёт, и в каждый российский город. То есть это настолько очевидно, что когда люди ужасаются этому, удивляются этому, то остаётся только недоумевать, как вообще такие люди дожили до достаточно взрослых лет и ничему так и не улучшились в жизни. Ещё про одну смерть спрошу, потому что в сети распространяется сейчас ужасающее видео, на котором, ну, не то чтобы российские военные, но ЧВК «Вагнер», они-то себя считают как бы частью всех этих военных формирований, обезглавливают украинского военнопленного. И вопрос первый, по вашему мнению, это случайность, что это видео попало, потому что мы же понимаем, что, скорее всего, это видео не одно, и CNN уже сказала о том, что это видео не одно в своём роде. То есть это случайность или это было сделано преднамеренно, с какой-либо целью, понимая, что даже Минобороны себе позволяет показывать видео, как они запускают ракеты с Чёрного моря, которые потом летят по мирным украинским городам и показывают, что в итоге, где приземляются эти ракеты, и это может быть как жилой дом, так и, собственно, не знаю, детская площадка в центре Киева, например. То есть они же себе позволяют это делать? Наверное, тогда и эти подумали, что могут себе позволить. Нет, ну здесь-то цели абсолютно очевидны. С одной стороны, это попытка, ну вот ЧВК «Вагнер» позиционировать себя как беспредельщиков, как людей, которые убивают своих же, тех, кого они считают предателями, убивают кувалдой. И кувалда – это символ ЧВК «Вагнер», причем официально это то, чем Пригожин гордится, как именное оружие, когда он там подарил Миронову, главе парламентской фракции, кувалду. Это было как именное оружие, как кортик, именной наградной оружие, пистолет и так далее. Что касается вот этого видео, то здесь все достаточно очевидно. Это все то же самое, что делали террористы исламского государства ИГИЛ, которые публиковали видео отрезания голов. Это очевидно совершенно. Во-первых, ну это хвостовство, во-первых, доказательство того, какие мы крутые. А второе – это стремление запугать. Это стремление запугать прежде всего тех, кто, ведь на самом деле очень большое количество российских военнослужащих планирует, уж раз попал на фронт, не смог уклониться, не смог сбежать, не смог уехать, не смог скрыться. Последняя надежда – это сдаться украинской армии. И вот попытка таким вот образом запугать, вот что с тобой будет, если ты, так сказать, попытаешься сдаться. То есть вот какие страшные люди будут заниматься твоей судьбой. То есть очевидно попытка запугать, посеять страх. Ну и в том числе, наверное, попытка воздействовать на украинскую армию. Я уж не знаю там, каким образом. Здесь, конечно, люди просчитались, потому что кроме холодной ненависти и желания как-то поскорее закончить эту войну с помощью уничтожения всех этих нелюдей, никакой другой реакции это все не может вызывать. Я не думаю, что кто-нибудь из бойцов ВСО испугался, глядя на эту сцену. Она вызывает отвращение, вызывает ненависть, вызывает желание просто, чтобы этих людей, этих существ, которые подобного рода творят, чтобы их просто не было. Так что я думаю, что здесь обратный эффект. Но в целом я думаю, что это попытка запугать. Попытка вокруг ЧВК Вагнер создать такой ореол ужаса для того, чтобы свои боялись, ну и попытка запугать противника. Показать всему миру, насколько страшна эта контора ЧВК Вагнер, чтобы боялись. Да сколько их там уже осталось, этих ЧВК Вагнер, которых нужно бояться? Они уже, сам Пригожин сказал, что они отдали уже какие-то районы под управление или под руководством линию фронта Минобороны, потому что их не хватает на все эти фронтовые линии, которые они пооткрывали. Вы говорите, беспредельщики, а я думаю о том, что они же из зоны, они вроде как по понятиям должны каким-то жить, нет? Ну, во-первых, там тех, которые, ну, слушайте, значит, во-первых, понятия – это прошлое. Понятия, они ушли, значит, в историю где-то там, я не знаю, в 70-е, 80-е годы еще были какие-то люди по понятиям, отдельные, так сказать, там, воры в законе и прочее, вот те, которые по понятиям, они еще там остались в российских зонах, они, кстати говоря, против Пригожина выступали и выступают. Пригожин, так же, как и Путин, это беспредельщик, это совсем другая, другая, что называют, как они говорят, другая масть, то есть, это люди, которые не знают никаких понятий, у них вообще никаких норм нет. Путин такой же точно, именно поэтому они с Пригожиным сошлись. Путин родом из, так называемой, организованной спортивности, они как раз воевали с ворами в законе, с этими татуированными, синими, именно на почве того, что они никаких понятий не признают. И Путин никаких понятий не признает. Это беспредельщик, точно так же, как и Пригожин. Они, именно поэтому подобное тянется к подобному. Так что, там никаких ограничений нет. Это, не стоит ждать от них. И это первое. А второе, вот, те, которые из зоны, те, кого Пригожин вытащил из колоний, все эти уголовники, они давным-давно уже лежат в украинском черноземе. Их, в первую очередь, использовали, утилизировали. И сейчас Пригожин уничтожает свой кадровый состав. Вот тот самый, свой, так называемый, золотой фонд, который, собственно, еще оставался. Потому, что первое время он его берег. Ну, а сейчас ему надо каким-то образом обязательно брать Бахмут, потому, что ему нужно Путину какой-то, хоть какой-то результат показать. И, видимо, они же встречались, видимо, он ему обещал хоть что-то, хоть что-то взять. Поэтому он сейчас не жалеет ничего, кладет свой, остатки своей кадровой, кадровой армии. Ну, говорят, опять-таки, эксперты говорят, что, в принципе, если он таким образом будет дальше двигаться, то неделя на две хватит, хватит его кадрового состава. Ну, а дальше он будет, конечно, набирать, Путин даст ему возможность набирать новых, но это будет уже, ну, совсем уже такое пушечное мясо, необученное, потому что, конечно, ценность для Путина, ЧВК Вагнера, заключалась в том, что это все-таки люди были, которые прошли, они воевали и на Донбассе, значит, на стороне террористов, они воевали и в Сирии, они в Африке воевали, то есть, на самом деле, это люди, имеющие опыт. Вот этих людей уже скоро не останется. Пригожин будет набирать новых. В принципе, дураков и мерзавцев в России хватает для того, чтобы набрать в ЧВК Вагнер. Но эффективность этой структуры, конечно, будет уже не та, что сейчас. Вот сам Пригожин сказал, ну, подтвердил таким образом, что его вот это вот штурмовое мясо утилизируется быстрее, чем он себе планировал, и он один не то чтобы там не может, но пока у него не получается взять Бахмут, говорит, мы передали фланги Министерству обороны в нашем, я бы сказала, Министерству убийств, но тем не менее, у них есть все необходимое для того, чтобы организовать оборону и вести наступательные действия. Пригожин сказал, что фланги на Бахмутском направлении теперь контролируют вот этот вот оленевод Шойгу со своим министерством, а они сконцентрируются уже на захвате Бахмута. Ну, опять-таки, здесь большой вопрос, потому что взаимная любовь Пригожина и Шойгу, она известна, то есть Пригожин как только не называл Шойгу, Шойгу, так сказать, несколько раз подставлял Пригожина, поэтому как они будут координировать, если фланги контролируют Шойгу, а Пригожин будет пытаться наступать в центре, ну, будем надеяться, что взаимная любовь... Кто кому будет за градотрядом? Да, ну, за градотрядом на самом деле будет, конечно, Министерство обороны, но мы, можно надеяться, что взаимная любовь этих двух преступников, она в конечном приведет, в конечном счете приведет все-таки к утилизации ну, практически всего ЧВК Вагнер. Понятно, что на этом все не закончится, он будет набирать новых, но еще раз подчеркиваю, уже вот того кадрового ядра, которое было действительно достаточно эффективно, и в частности позволило оккупантам захватить значительную часть Луганской области, почти до административных границ, вот этого уже не будет, то есть этого уже Пригожин, такого успеха Пригожин достичь не сможет. Ну, и пока одни там, видите, ложатся штабелями, других, я так понимаю, собираются мобилизировать, но пока, знаете, такая мобилизация без мобилизации, во-первых, предыдущий этап, я так понимаю, не закончился, ну, по крайней мере, там в документах не было указано, чтобы как бы все с ТАП хватит, а теперь еще начинается новый этап в этой жизни, в жизни мобилизированного, потому что теперь приняли необходимые поправки, я так понимаю, не будет проблем с тем, чтобы подписать этот закон, который обязательно наберет силу, ну, и теперь уже говорят о том, что все, как бы, если вам не вручили повестку в руки в бумажном виде, значит, вам нужно зайти просто на сайт Госуслуг, наверное, вам эта повесточка пришла уже там в электронном виде, и если вы ее за 7 дней не успели увидеть, то тогда будут другие меры к вам, тогда вы не сможете управлять автомобилем, тогда вы не сможете выезжать за границу, тогда вы не сможете открыть свой бизнес, ну, тогда вы, в принципе, я не знаю, сможете ли получить, не знаю, лечение, вдруг вы заболеете, потому что, если вы придете в больницу, там тоже есть, наверное, реестр, который сразу же увидит, что вы должны быть мобилизированы. Ну, на самом деле, это довольно серьезная веха в ситуации России, это называется... Ну, почему-то, знаете, она серьезная, но почему-то говорим об этом мы, а они как-то об этом не говорят там, не сильно. Ну, слушайте, потому что это очень серьезно, потому что это железный занавес, потому что это, вот, со времен Советского Союза, это новый железный занавес, который когда-то, когда-то там при Иване Грозном был в Московском царстве, потом при Павле он первым восстановлен был, потом там Николай первый тоже вводил этот железный занавес, и Советский Союз значительную часть своей жизни на 74 года это был железный занавес, потом он исчез. И при Путине вот все эти 23 года путинской власти единственное право человека, которое Путин не затрагивал в основном, это право на свободу передвижения, то есть право из России можно было свободно выехать, в Россию можно было свободно заехать. Это единственное право человека, которое Путин не трогал. Причина очень простая, Путину не нужны люди внутри страны, Путину вполне достаточно, вот эти 140 с лишним миллионов, они Путину совершенно не нужны. Ему было вполне достаточно нескольких миллионов людей, которые обслуживают трубу, нефтяную и газовую, значит, банкиры, которые считают деньги и, так сказать, десяток тысяч, десяток миллионов это всякие охранные структуры, там ФСБ, Росгвардия и армия, все, больше ему не нужны люди. Все остальные могли совершенно спокойно уехать. Но сейчас возникла ситуация, когда, в общем-то, не хватает пушечного мяса, и Путин установил, фактически, это железный занавес. И вот, ну, примерно 40 миллионов мужчин, более-менее такого репродуктивного возраста, они оказались в мышеловке, то есть, убежать не удастся. Внутри, то есть, кто не успел убежать, все, значит, это, ну, я не знаю, найдутся, конечно, какие-то люди, которые пешком казахстанскую границу смогут пересечь, потому что, теоретически, это возможно, она такая там не очень охраняемая, но это отдельная история, там непонятно, как жить без регистрации, то есть, это отдельная история, это немногие, а так, в принципе, эти 40 миллионов оказались в ловушке, в мышеловке, капкан захлопнулся, железный занавес, значит, это, безусловно, позволит, то есть, Путину, конечно, не нужно никакие ни 40 миллионов, ему даже миллион на фронте не нужен, потому что их надо одеть, обуть, надо оружие дать, надо еще офицеров каким-то к ним приставить, ничего этого нет. Путину нужно 300-400 максимум тысяч, и поймав ловушку примерно 40 миллионов, он, конечно, без особого труда эти 300-400 тысяч поймает, наберет, зафиксирует, вручит оружие и отправит на фронт. Другой вопрос, какой будет результат? Результат более-менее известен. Эти люди, ну, там, срок жизни мобилизованного примерно, там, порядка двух месяцев на фронте, ну, вот, примерно так это будет выглядеть. А потом придет срок следующих, там, 150-300 тысяч, в зависимости от того, как интенсивно будет утилизировать вот это пушечное мясо украинской армии. Ну, вот так вот, если учесть, что общий ресурс порядка 40 миллионов, ну, вот, считайте, насколько у Путина хватит пушечного мяса. Ну, там, видите, прошлая мобилизация, прошлое объявление мобилизации не очень хорошо сказалось на рейтинге Путина. Вот интересно, теперь эта мобилизация, которая не объявлена мобилизацией, она как-то скажется или из-за того, что вот повестки действительно будут приходить в каком-то таком хаотическом виде и, как бы, люди не будут с друг другом видеться, общаться, то это не вызовет падение рейтинга, это не вызовет какого там возмущения. Вы знаете, тут есть некоторые, некоторые две проблемы. Во-первых, никто не знает, что такое рейтинг Путина, потому что никакой опросной социологии в России не существует, вообще в фашистских режимах ничего похожего не бывает. Вот, поэтому никто не знает, какой рейтинг Путина. Падает он, растет он? Ну, скорее всего, падает, но опять никто не знает ни стартовой величины, ни сегодняшней, текущей величины этого загадочного образования под названием рейтинг Путина. Значит, его невозможно сейчас измерить. В условиях тоталитарного фашистского режима никто не знает, какой был рейтинг Гитлера, например, например, в 1944 году. Вот, какой был рейтинг Гитлера в 1944 году? Я думаю, что этот вопрос поставил бы в тупик очень многих социологов и аналитиков. Никто не знает. Иди измерь в 1944 году рейтинг Гитлера. Тебе такой рейтинг вставят, что мало не покажется. Поэтому, значит, с рейтингом Путина та же самая история. И второе, на мой взгляд, существенное замечание вот к этой проблеме. Дело в том, что даже если там этот рейтинг, который невозможно измерить, он действительно будет очень сильно падать, то конвертация этого падения, конвертация общественного мнения в какие-то действия опять-таки в той же самой тоталитарной фашистской стране невозможно. Ну, упал рейтинг. И что? И что с этим делать? Да Путину наплевать сейчас, какой у него рейтинг вообще. Ему телевизор нарисует хороший рейтинг, и все, это то, что его устраивает. А все остальное ему совершенно все равно. Потому что, если в Украине мы с вами говорили, что там, ну, даже если сейчас мобилизуют еще там 300 тысяч, ну, будет полмиллиона армия, то внутри России для того, чтобы подавить любой протест, количество силовиков на порядок больше. То есть, это Росгвардия, это ФСБ, это Федеральная служба охраны, это УФСИН, это полиция и так далее. Это несколько миллионов тяжело вооруженных людей. Они раздавят любое сопротивление в секунду. Просто, просто размотают. миллион выйдет, они убьют миллион и забудут, так сказать, чихнуть по этому поводу. Поэтому такое невозможно. Тут единственное, единственное, что может каким-то образом привести к тому, что вот это вот, то, что, конечно, ненависть к Путину, она сейчас очень серьезная. И она, прежде всего, конечно, прежде всего у его обслуживающего персонала. Мы помним наверняка вот эту замечательную беседу двух, значит, холуев путинских на Иосифа Пригожина и бывшего сенатора, когда они, каким только матом они ругали президента Российской Федерации. А это, это как раз ближний круг. Это те самые, это та самая обслуга путинская, на которую он, в общем-то, рассчитывает. Один бывший сенатор, второй, так сказать, телевизионная персона, в чистом виде обслуга путинская. Они его ненавидят. Но это никак не сказывается, потому что они боятся Путина больше, чем последствия путинского правления. Когда ситуация изменится, когда они будут бояться грядущего суда, когда они будут бояться больше грядущего там, народного восстания в результате того, что силовики перестанут Путина поддерживать, вот тогда Путину конец. Тогда все это рухнет. Ну и пока, знаете, тут пишут о том, возмущаются о том, что Госдума приняла закон об электронных повестках, как всегда, без всякой подготовки, без общественного обсуждения, без независимого юридического анализа, за полдня, во всех трех чтениях сразу, и там вот сейчас говорят о том, что они даже в глаза, я так понимаю, не видели, за что проголосовали, то, с другой стороны, в Госдуме рекомендовали мужчинам, подлежащим призову и работающим за рубежом взять отпуск и вернуться в Россию для прохождения службы. Да, это гениальное совершенно предложение, то есть, значит, ну, в таких случаях обычно спрашивают, а веревку с собой брать или на месте дадут, да, это вот из того, старого бородатого анекдота. Значит, ну, действительно так, вот это очень актуально, значит, люди, которые по понятным причинам сбежали от мобилизации, которые не хотят принимать участие в этой войне, по разным причинам, кто-то противник путинского режима и просто не хочет убивать украинцев, а кто-то кому-то жизнь дорога, понимают прекрасно, чем это кончается, прогулки, подобного рода прогулки в Украину, но вне зависимости. Это люди, которые точно не хотят оказаться на фронте. И вот романтическое предложение, значит, им взять отпуск на год и пойти отслужить, оно, конечно, выглядит, но оно отражает вообще глубокий внутренний мир. Это же генерал, сказал, председатель комитета по обороне госдумовской. И вот, ну, это уровень вот этих думцев, этих генералов. Такое предложение, оно внушает почтение к интеллектуальным способностям этого персонажа. Ну, видите, пока там предложения в госдуме одни, у Симоньян увидела пост от Илона Маска, где он написал, что им нужен вице-президент по пропаганде, имея в виду по связям с общественностью, такие смешные шутки пишет Илон Маск в Твиттере, то в этот момент Маргарита Ксимоньян написала, что она готова. А буквально вчера она говорила о том, что, а в чем проблема, давайте регистрацию на госуслугах сделаем обязательной. К чему вот эти ваши красные бумажечки, называемые паспортами, это уже все давно забытое старое, от него нужно отходить, поэтому давайте сделаем обязательную регистрацию всех в госуслугах, чтобы никто не говорил о том, что повесточку он не получил. У меня есть только один, все это замечательно, у меня только один единственный вопрос есть по этому поводу, как она представляет себе регистрацию на госуслугах, есть такой человек, Путин Владимир Владимирович, он, как известно, не пользуется интернетом, он, скорее всего, не знает, как эта же фигня, вот компьютер, включается, вот он интернетом не пользуется, а для того, чтобы зарегистрироваться на госуслугах, надо пользоваться интернетом, то есть там как-то вот просто зайти через водопровод, через канализацию невозможно, туда на госуслуги заходят через интернет, Путин интернетом не пользуется, следовательно, возникает очень важный вопрос, как конкретно Путина, Владимир Владимирович, она собирается вот впихнуть в эти госуслуги, каким способом, или это нянька какая-то должна быть компьютерная, которая Владимир Владимирович Путина запихнет в госуслуги, то есть это я к чему, ну с Путиным, да, я думаю, что у него есть какие-то люди специально обученные, которые как-то решат эту проблему, я просто к тому, что очень большое количество людей в России, которые интернетом не пользуются, как она заставит этих людей зайти на госуслуги, которые, значит, ну помните замечательную ситуацию, когда какой-то мальчик сказал, что Владимир Владимирович, у меня к вам прозинга, какая, а подпишитесь, пожалуйста, на мой ютуб-канал, и Путин долго добивался от него, где подписать-то, покажи бумажку. Ручку дайте мне. Дайте ручку и бумажку, где подписать, где твой ютуб-канал, чтобы я на него подписался. Вот это, понимаете, это, ну, вот, когда я говорю, что Путин не пользуется интернетом, мне говорят, ну нет, он, наверное, просто скрывает, ну да, вот мы видели, как он скрывает. Я просто к тому, что, ну, понятно, что таких, как Путин, нет, но людей, которые не пользуются интернетом в России достаточное количество. И как вообще, это что будет? Поражение в правах, это будет разделение, ну, в общем, короче говоря, вот эти вот люди, там, Маргарита Симоньяна и прочие обитатели телевизора, они действительно живут в каком-то, в каком-то своем мире, который имеет очень небольшое отношение к России, к Украине, вообще к тому, что происходит на беремеме. Вы знаете, я вспоминаю другую историю о том, что к нам попал какой-то военнопленный, который рассказывал о том, что говорит, ну, давай, позвоним твоим родителям и скажем, что ты здесь, да, чтобы они понимали, где тебя искать. Поговоришь по телефону, он говорит, я не могу позвонить, потому что у них нет телефона. Они живут в каком-то селе, в котором у них нет телефона, нет связи, нет интернета, и он говорит, ну, каким образом тогда связаться с твоей роднёй? Он говорит, ну, если маме надо позвонить, она берёт у соседей какой-то телефон, выходит высоко на гору и там пытается дозвониться ему по этой мобильной связи. И когда мы говорили о том, что, ну, вот смотрите, это же сейчас, наверное, Россия взбунтуется после там первого или второго месяца, бренды выходят, бизнес закрывается, но нам все говорили о том, кто, там Петербург, Москва, ну, может быть, кого это затронет, все остальные даже не заметят вот этого всего. Да и Петербург и Москва тоже совершенно спокойно. Понимаете, тут проблема заключается в том, что вот наши какие-то представления о том, что вот санкции очень серьёзно работают. Слушайте, количество миллиардеров в Москве, Москва вошла в шестёрку городов мира, в которые больше всего миллиардеров. За время войны число миллиардеров в Москве выросло на восемь человек. Выросло на восемь человек. Там, говорят, даже бывшая путинская жена сейчас очень хорошо зарабатывает на кредитах. Да, то есть на самом деле вот это просто к вопросу о том, что санкции могут, с помощью санкций можно победить путинский фашизм. Когда-то в очень отдалённой перспективе может быть, когда-то эти санкции скажутся. но никакого отношения реально к состоянию на поле боя сейчас эти санкции не имеют. Просто никакого. Поэтому вот это просто к вопросу о том, что единственное, что нужно требовать от Запада, это оружие. Больше ничего. Никаких дополнительных санкций. Всё это потом. Это всё на добивание. А сейчас только оружие. Санкции не решают вопрос. И ещё раз, вот на восемь человек выросло количество миллиардеров. Я сказал, по-моему, миллионеров ошибся. Миллиардеров. Долларовых миллиардеров стало в Москве на восемь человек больше. То есть, это серьёзно. И это к вопросу. Да, понятно, что далеко не все москвичи долларовыми миллиардерами, даже долларовыми миллионерами, но тем не менее, в целом, вот сказать, что там какие-то ужасные страдания, нет абсолютно. Нет такого. Жизнь продолжается, кафе работают, рестораны работают, кино работает, продукты есть. Так что и в основном всё-таки война в крупных городах не чувствуется, пока она туда не пришла. Я думаю, что учитывая то, что сейчас Украина всерьёз осматривает в качестве военных целей в том числе и какие-то объекты в крупных городах, в том числе и в Москве, я думаю, что в ближайшее время в общем-то Россия, в том числе крупные города, почувствуют, что война всё-таки существует, что она не только в телевизоре. Это вы так ссылаетесь на те данные, на те секретные документы, которые стали не совсем секретными и которые попали в интернет-пространство, пентагоновские? Вы знаете, я вообще на них не очень хочу ссылаться, потому что да, это скорее всего реальные документы, но вот я довольно внимательно посмотрел эти документы, посмотрел, что там написано, я понимаю, что там какие-то есть конкретные цифры, во-первых, некоторые цифры просто липовые, то есть очевидно, что прежде чем опубликовать эти документы, кто-то очень, не очень умный, но достаточно ангажированный довольно сильно поработал фотошопом, то есть в частности количество погибших с российской и с украинской стороны явно перевернуто, то есть с точностью до наоборот, это очевидно, очевидная лажа, вот, а все остальное, ну вот, откровенно говоря, ничего особо нового я там не увидел, больше всего поразило людей, каких-то очень наивных, что, значит, Пентагон прослушивает руководство стран-союзников, в частности Украины, ой, какая новость, оказывается, Зеленского американцы прослушивают, но то, что они прослушивали Ангелу Меркель, то, что они прослушивали французского президента, то, что они прослушивали, понимаете, вот была бы сенсация, если бы выяснилось, что вот Зеленского они решили не прослушивать, вот это была бы сенсация, это было бы удивительно, все слушают всех, это аксиома сейчас, И, ну да, это, наверное, неприятно. Наверное, так сказать, Зеленскому или там заложенному, ну, немножко неприятно было убедиться, что в документах написано о том, что его прослушивают. Но это было очевидно и так. Поэтому вообще никаких новостей. Вообще в целом роль и значимость этой публикации, этого слива очень сильно преувеличена. Я не думаю, что это, конечно, Министерство обороны США, Пентагон и Министерство юстиции сейчас проводят расследования, должны они разбираться, кто слил, зачем слил, кто там фотошопил и так далее. Это их дело. Но никакого значения этот слив, никакого значения ни на готовящееся наступление Украины, ни на помощь военную никакого воздействия не окажет. То есть я не вижу никакого, никаких последствий, кроме расследования, которые американцы у себя проводят, но это их дело. Тогда я еще вернусь на шаг назад по поводу вот этих вот, знаете, миров, где заметят, а где не заметят о том, что ушли бренды, не ушли бренды, как эти санкции действуют. Я вот смотрю, знаете, сегодня депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести военный налог, говорит, ну что вам жалко, там 2-3 процента вы и не заметите, вам добавят и все, и все будет хорошо. Я так понимаю, деньги заканчиваются в бюджете, иначе зачем тогда этот налог вводить, хотя в армию вы и так же как будто вкладывали бешеные какие-то деньги. И при этом смотрю на другой мир, где жена Нарышкина была замечена в Париже на автомобиле «Мерседес» российского посольства. Прекрасно себе женщина поживает и очень радуется загнивающей Европе, я так понимаю. Вы знаете, я не уверен на 100%, что вот эта инициатива господина Нилова, она станет законом. Потому что, понимаете, сейчас ведь что из себя представляет вот этот депутатский корпус? Они отмечаются, они должны, если вот в предыдущих созывах, в некоторых, по крайней мере, вот в том, когда я работал депутатом Госдумы первого созыва, там была достаточно большая прослойка таких депутатов-лоббистов, которые сидели тихо как мыши и просто тырили деньги. Ну, просто зарабатывали на своем депутатском мандате и нифига не делали. Сейчас так не проскочишь. Сейчас они должны все активничать, они все должны доказывать свою лояльность, свою верность. Они должны выступать, они должны орать, они должны требовать смертной казни. Они должны обличать фашистский режим Украины и так далее. То есть, они как-то должны доказывать свою преданность. И поэтому они постоянно выступают с какими-то безумными инициативами. Есть такой депутат Матвеичев, который выступил с идеей объявить феминизм, ну, то есть, движение за права женщин, объявить этой экстремистской идеологией и запретить. Вот. Ну, понятно, что, ну да, это, нет такого идиотизма, который бы, конечно, не поддержала российская власть, но просто этот идиотизм бессмысленный. Поэтому его пока не поддержали. Но он отметился. Он отметился вот своей рьяностью. Я не исключаю, что инициатива депутата Милова, она окажется из той же категории, потому что, ну, скажем так, сказать, что этих, сколько там он насчитал, 50 миллиардов, если не ошибаюсь, рублей по итогам, я слышал его выступление, если не ошибаюсь, 50 миллиардов рублей по итогам, значит, должен бюджет получить. И якобы зарплаты вот этих вот, значит, оккупантов должны увеличить чуть ли не вдвое. Ну, 50 миллиардов рублей для бюджетов путинской России – это, в общем, не та сумма, ради которой нужно лишний раз, значит, ткнуть мордой в грязь, ну, практически всех мужчин. Да, то есть это что вообще? Да, ну да, это, скорее всего, не какая-то катастрофическая, значит, не катастрофическое понижение жизни, но, тем не менее, это просто взяли изо рта у людей, вытащили деньги. И это, естественно, ну, в общем-то, раздражает. Да, пока стерпят, стерпят, это очевидно, но до поры до времени, там, в конечном итоге, где и когда вот всё прорвётся, неизвестно. Поэтому я думаю, что всё-таки, ну, вот этого идиотизма не будет. Хотя, как знать, сейчас гарантировать ничего нельзя. Могут внезапно сделать ещё, ну, после того, как, того, что произошло 24 февраля прошлого года, говорить о том, что вот на эту глупость режим не пойдёт, на очередную, это опрометчиво. Нет такой глупости, которую этот режим сделать не может. Поэтому, возможно, инициатива депутата Нилова и будет востребована. Ну, видите, ещё и нужно вытянуть с того самого рта, в который немножечко недоложили. Потому что, опять-таки, в тех самых российских сайтах пишут о том, что более 100 мобилизованных россиян исчезли, исчезли куда-то в Луганской области, после того, как отказались вступать в ЧВК «Вагнер». Приехали представители «Вагнера» с оружием, около 30 человек. Родные россиян сказали, что 57 человек из 170 согласились подписать контракты, уехали в неизвестном направлении, увезли их, но с ними есть хоть какая-то связь. Остальные 113 человек выгрузили в машины и отвезли в Луганскую область, села Красная Таловка, или, да, наверное, так, на полигон. И после этого телефоны выключены, связи с ними нет, всё, исчезли. След простыл. Ну, это, понимаете, это же всё-таки Луганская бандитская народная республика. И там есть традиции, значит, если человек как-то ведёт себя не так, как они хотят, сажать их в подвалы. То есть какое-то особое устройство домов, всё-таки, ну, это, всё-таки, Украина хорошо знает, что это такое, потому что это всё-таки территория Украины законная, поэтому что-то там с архитектурой не то, потому что какие-то особые подвалы там, в которых сгинуло огромное количество людей. Огромное количество людей – это и в Донецке, и в Луганске – там что-то там с архитектурой такое. Потому что действительно количество людей, которые исчезают в луганских и донецких подвалах, оно просто огромное. Ну такая традиция там, это действительно, на самом деле, сейчас я уже без всяких шуток, здесь шутить неудобно, потому что за время вот этой российской оккупации там сформировалась, по моим ощущениям, особая какая-то общность людей. Потому что там произошла очень серьезная отрицательная селекция из Донецка, из Луганской области, ну вот оккупированных частей, уехали большая часть нормальных людей, они просто уехали в Украину, там количество наверняка вы знаете лучше, но это те люди, которые не захотели жить в состоянии вот этого бандитской республики. А осталось, ну, нечто такое вот совсем особенное. И вот это то, что сейчас там осталось. Так что, когда все это будет деоккупировано, я думаю, что перед руководством Украины, перед народом Украины возникнет огромный, огромного масштаба задача, что делать с этими, со всеми людьми, которые там останутся. Потому что не все, я слышал много вот с экспертами разговоров, что, ну, кто хочет вот эти вот, кто любит русский мир, уедут. Не, не все уедут. Я думаю, что многие останутся, это будет очень серьезная проблема для адаптации этих людей, для какой-то перевоспитания этих людей. Ну, понятно, что кто-то должен посидеть в тюрьме, кто-то еще что-то, но во всем случае это будет огромным. Там очень особый, по крайней мере, вот из того, что я вижу, много очень на российских каналах присутствует этих людей. Есть какие-то исследования, которые там проводятся, журналисты там работают. Это такая особая, особая общность, которая там сформировалась. Очень тревожная общность, которая чревата многими проблемами, когда все это, все эти территории вернутся в состав Украины. Там тревожненько как-то стало на территории союзного государства. Там даже как-то вот Лукашенко уже к себе позвал, говорит, давайте будем как-то защищать Беларусь. Там постоянно на Беларусь кто-то нападает, кто-то там, значит, с четырех сторон в нее заходит. Вот, говорит, надо как-то контингента больше, наверное, еще привести. И, собственно, гарантии, говорит, хочу от России, что вот, значит, Беларусь устоит и никто, значит, сюда не придет. Я понимаю, что, с одной стороны, он таким образом, наверное, свои тылы подкрепляет и говорит о том, что, ну, смотрите, я же не могу вступать полноценно в войну, потому что, ну, вдруг тут на меня завтра кто-нибудь нападет. Я не могу тут, смотрите, как тревожно стало у меня возле границ. А с другой стороны, ему говорят о том, что, слушай, ну, хорошо, если ты хочешь, как бы, гарантии безопасности, тогда признай Крым российский. Ну, и тогда, собственно, мы поговорим с тобой о гарантиях безопасности. Вы знаете, я думаю, что границы, о которых говорит Лукашенко, здесь совершенно ни при чем. Никакая Польша, никакие страны Балтии даже вообще в кошмарном сне не могут представить себе, что вот они зачем-то нападут на Беларусь. Никто этого делать не будет. И, мало того, Лукашенко это прекрасно знает. Чего он боится? А ему есть чего бояться. А боится он того специального отряда, полка из состава белорусских патриотов, которые сейчас успешно воюют в составе украинских вооруженных сил, вооруженных сил Украины. Это, мало того, что это довольно сильное подразделение, которое успешно воюет, набралось большого опыта. Но самое главное, что оно воюет бок о бок, рука об руку с украинскими вооруженными силами. И поэтому, если после того, как наступление, контрнаступление украинской армии закончится успехом, то никто не может гарантировать и никто не сможет остановить вот этих вот белорусских патриотов от того, чтобы они, ну, видимо, там, я не знаю, есть у них контракт с украинской армией, нет контракта, это я не знаю. Но они могут просто расторгнуть этот контракт и уже в качестве самостоятельного подразделения просто перейти границу белорусскую. И самое главное, что никто не сможет остановить, значит, их побратимов из числа боевого братства украинцев, русских, там, я не знаю, представителей любого другого народа, которые захотят вместе с ними, вместе с белорусами освобождать Белоруссию, Беларусь от фашистского диктатора Лукашенко. Вот это самое страшное, вот это реальность, потому что это не какая-то страна, которая нападет на Беларусь, это белорусы, которые придут освобождать свою родину. И вот с этим, что делает Лукашенко, он, видимо, пытается понять, потому что он прекрасно понимает, что там никакого иностранного нашествия не будет, а вот с этими, что делает, с людьми, которые умеют воевать, которые имеют боевой опыт и которые будут поддерживать не вооруженные силы Украины. Совершенно очевидно, что ни Зеленский, ни генерал Залужный никогда не отдадут приказ вторгаться в Беларусь. Это совершенно очевидно. Значит, но останавливать белорусов, которые хотят освободить свою землю, я думаю, что никто не будет. Поэтому вот эта опасность, причем это смертельная опасность для Лукашенко, потому что с этим он сделать ничего не сможет. Ну а дальше уже, я уж не знаю, там Тихановского они позовут, она там недалеко, рядом сидит, или, так сказать, будут обустраивать свою землю как-то иначе, это уже их дело. Но Лукашенко на этой земле уже не будет, не суждая президентом, он не будет свободным человеком, потому что, конечно, его попытаются либо, ну уж не знаю, там они будут решать, в ГАГу его отправить или в Минске его судить. Но, во всяком случае, он понимает прекрасно, что конец его будет весьма и весьма печальный, причем довольно быстрый. Ну да, в этом случае твоя тактическая ядерная оружие, твоя тактическая ядерная, там, не знаю, боеголовка, она точно не поможет в этой истории. Тем более, что она не его. Ну да, еще один нюанс. Не его. Красиво просто дома постоит, как мебель. Просто, просто красиво. Пускай будет. Сегодня, опять-таки, наконец-то всем решили показать, не знаю, с какой целью, но всем сегодня решили, наконец-то, показать мальчика Федора, который героически в Брянской области спас, значит, то ли девочек, то ли не девочек, потому что теперь уже говорят детей, двоих детей. Тогда говорили двух девочек, теперь двоих детей. От кого спас, как спас, куда спас, что он для этого сделал, не сообщается, но свою медаль за отвагу он таки сегодня получил. Информационных поводов вообще больше никаких нет, кроме мальчика Феди? Ну, этот, дело в том, что этот повод, он давно раскручивался, и, как бы, герои-то нужны, а героев нет. Ну, есть, конечно, герой, это Пригожин, но он так, герой, и, кстати говоря, Пригожин, он позировал вместе с нашим генерал-обладсменом Маскальковой. Они там договорились о сотрудничестве. Вообще, это потрясающе. Я понимаю, что я, может быть, увожу в сторону, но это потрясающий сюжет, понимаете? Человек, который формально должен защищать права человека, она встречается и договаривается о дальнейшем сотрудничестве с уголовником, садистом и убийцей, который кувалдой убивает людей. Это замечательно. Это очень такой хороший штрих к правам человеком российским. Что касается мальчика Федора, ну, слушайте, вы знаете, ну, вот, а где герой? Вот назовите, значит, был герой татарский. Ну, все, похоронили, все уже. Ну, там, я не знаю, может, улицу его именем назовут, может, город там, ну, не знаю, город татарский. В принципе, есть такие населенные пункты. Вот, но, значит, где еще брать героев? Последний год, ну, какие подвиги? Значит, Бахмут не взяли. Уже скоро год, как будет штурм Бахмута, до сих пор не взяли. Что еще? Какие еще подвиги? Ну, вот, были славные подвиги. Это два российских истребителя напали на американский беспилотник, облили его керосином, оторвали ему хвост и утопили в Черном море. Ну, да, подвиг высокий. Людей наградили. Ну, сколько можно на этом подвиге? Это неделю об этом говорил российский телевизор. Неделю смаковал этот подвиг. Выдающийся подвиг. Ну, скажем, на этом все-таки долго не удержится. Вот мальчик Федор. Была еще украинская бабушка, если вы помните, которая встречала российские войска с российским флагом. Потом выяснилось, что бабушка тоже не та, выяснилось, что она украинская патриотка, что она таким образом пыталась задобрить этих самых оккупантов. На самом деле она как бы их ненавидит и желает им смерти. Ну, тоже. Ну, памятник ей поставили, там тоже прославили. Но, в общем, как-то что-то пошло не так. Я не знаю, что там будет с мальчиком Федором. Возможно, он, так сказать, потом выяснится, что он там тоже за Украину. Но пока нет. Пока не выяснилось. Так что есть некоторая проблема. Вот нужна какая-то галерея героев. Вот татарский, вот эта бабушка, которая оказалась совсем не российская патриотка, мальчик Федор, что еще? Не складывается пантеон героев. Явно не складывается. И я думаю, что уже не успеет сложиться до конца войны. Вот у меня такое ощущение, что с этим будет большой дефицит. А вы знаете, я еще на что обратила внимание? На то, что как-то 9 мая все ближе. И как-то одна за одной областью говорят о новом жесте доброй воли. Ну, они, правда, называют это сейчас из соображений безопасности. Говорят, что на 9 мая парада не будет из соображений безопасности. Там Курск, Брянск, понятное дело. Но сегодня уже говорят, и в Крыму тоже не будет парада победы. Парада победы там, конечно, не будет. Там немножечко нужно подождать, и будет парад Парамога. Но не об этом сейчас. Что происходит? А будет ли парад на Красной площади? Как-то не слышно ничего. Вы знаете, вот в нынешней ситуации горизонт планирования очень коротенький. То есть говорить о том, что будет 9 мая, а у нас сейчас всего-навсего какой-то там 12 апреля, да? То есть осталось меньше месяца, но все равно загадывать в следующий месяц – это очень рискованно. Потому что никто не знает, а что будет в это время. Что будет, так сказать, на фронте? Значит, как будет складываться ситуация? Начнется к этому времени украинское наступление или нет? А если начнется, то как оно будет разворачиваться? И в этой связи, а будет ли на самом деле Крым в этой ситуации уже оккупированным по-прежнему? Или оккупационные войска Крыма из этого полуострова сбегут? Будет ли Крым полуостровым по-прежнему? Или он превратится в остров в связи с тем, что будет уничтожен Керченский мост? Понимаете, вот все эти события, их планировать сейчас совершенно невозможно. Понимаете, то есть, ну вот Путин запланировал там какой-то фестиваль молодежи и студентов, там, на бог знает какой год. А будет ли Путин к этому времени? А будет ли Россия к этому времени? Сейчас вроде как идет какая-то подготовка к выборам президента России в 2024 году. А как будет называться эта страна к этому времени? Каковы будут ее границы? А будет ли к этому времени, так сказать, вот та власть, которая действует сегодня, будет ли она актуальна? То есть, это вот, знаете как, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своем плане. Вот примерно так это выглядит, именно в связи с тем, что очень коротенький горизонт планирования. Он очень узкий. Планировать на завтрашний день можно. На неделю? Ну, пожалуй, что можно. А вот на месяц, уже как знать. Особенно такие вещи, которые связаны с политикой. То есть, я думаю, что говорить о том, где, когда и как будет проходить парад победы, сегодня, ну, несколько преждевременно и, ну, скажем так, рискованно для репутации. Можно сесть в лужу. Ну, видите, пока мы поговорили с вами, как, в честь кого и что назвать, тут, говорят, в Мелитополе появятся улицы Екатерины Великой, Ленина, Лермонтова, а также улицы Дарьи Дугиной и Александра Захарченко. Об этом сообщила глава города. Ну, как глава, так, временно считает себя исполняющей обязанности. Очень временно. Я не знаю, есть ли у нее автомобиль. Там автомобиль сейчас очень небезопасное средство передвижения, в случае чего просто предупреждаю. Так вот, видите, в Мелитополе уже собираются переименовывать. Сегодня я видела тоже историю, как выдавали Мариуполь за Санкт-Петербург или Санкт-Петербург за Мариуполь, показывая фотографии Санкт-Петербурга и говоря о том, что вот смотрите, как мы Мариуполь, видновылы, да, отстроили. Ну, опять-таки, с этими переименованиями есть проблемы. Это действительно история достаточно затратная. И вот заказывать таблички на дома, значит, ну, 100% придется назад переименовывать. Поэтому против переименования, я думаю, что никто не против. Главное, чтобы таблички не заказывали, потому что перевешивать их, потом каждый раз менять, портить дома. В общем, лучше, конечно, пока подождать. Переименовали, и хорошо. И оставьте, как есть. То есть, это было бы правильное решение, в конце концов. Ну, чем бы дитя не тешилось. Но главное, вот не устраивать вот эти вот траты с табличками. Потому что все равно 100% придется назад возвращать, или там к этому времени еще какие-то идеи появятся. Так что лучше пока не тратиться. Ну, хотя понятно, зачем это делается, потому что ничего другого они делать не могут. То есть, привести их в какое-то нормальное состояние город, они не могут и не хотят. Они прекрасно понимают, что этот город временно их. Они это понимают, они это чувствуют. Им ВСУ украинские, ВСУ дают понять, да и местные жители тоже. Потому что постоянно то один гауляйтер, что-то с ним случается, то другой там. Ну, они постоянно курят в неположенных местах, поэтому что-то под ними взрывается. Но там не только курят. Видите, там теперь еще и кабеля очень такие неогнеустойчивые, скажем так. Потому что как-то в последнее время горит как-то много, но они не курят. Тут чайник загорелся, проводка подвела, теперь уже, говорит, кабеля какие-то загорелись. Тоже как-то на Москве как-то очень часто это происходит. Поэтому там уже кабеля в этом виноваты, они уже не курят. Ну, понятно. Но в любом случае какие-то неприятности происходят. А если речь о гауляйтерах, то да, действительно, это гауляйтерам, предателям. В Украине это очень опасная профессия. И не случайно туда набирают, ну, кого попало. Потому что там, я помню, выдающийся такой человек, Стримаусов был. Потом поднялся. Ну, вот это достаточная характеристика для того, чтобы понять, какого уровня людей приходится набирать. Очень серьезные проблемы с кадрами предателей в Украине. То есть Украина отвратительно работает по подбору кадров предателей. С этим большая напряженка. Я напомню просто, что вечером 10 апреля в центре Москвы прогремел взрыв. Территория, где произошел взрыв, была оцеплена. Причиной взрыва называли замыкание высоковольтного провода. Мы, конечно же, говорит, в это верим обязательно, что кабель замкнула. Взрыв, территорию оцепили. Потом туда привозят электриков-саперов. Потом кинологов с собаками туда тоже привезли. Вот, ну, и, собственно, потом уже в Подмосковье тоже был взрыв на складе с запчастями там разными. После чего вспыхнул масштабный пожар. Потом в Симферополе на ферме, где разместили личный состав оккупанта, тоже что-то произошло. Поэтому во всем виноваты высоковольтные теперь кабеля. Вот такая история. Пане Игорю, я дякую вам наразе. Спасибо. Слава Украине. Героям слава. Абаз Галямов, российский политолог та политтехнолог. Абаз, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Абаз, конечно же, в первую очередь хочется начать наш разговор с того, что вчера Путин, вчера, 14 апреля, Путин подписал закон о приравнивании электронных повесток к бумажным. И там много нюансов. Потому что если тебе в кабинет электронный вариант повестки пришел, все. Ты уже никуда не едешь, никуда не ходишь, только военкомат. Как вы считаете, Абаз, это уже полная мобилизация? Потому что, например, Институт изучения войны говорит, что это не полная мобилизация, но это война на года. Ну, с моей точки зрения, не имело бы смысла это все делать, если бы не было планов на полномасштабную мобилизацию. И судя по тому, с какой скоростью это делалось, но мобилизацию будут делать быстро. Потому что, ну, в противном случае, что бежать-то, они же принимали этот закон, но прямо вот в режиме, знаете, охватая мешки, вокзал отходит. То есть там три слушания за один день – это редчайшие исключения из правил. На моей памяти с такой скоростью принимали только вот этот закон о фейках против российской армии, который был принят вскоре после начала войны. Значит, там депутаты получили текст закона за 40 минут до момента голосования. Они начали, было там, кто-то начал подавать голоса, что, дескать, мы не против, мы не спорим, но просто дайте нам время прочитать-то хотя бы. То есть мы же должны читать то, за что мы голосуем. Их Володин жестко оборвал, сказав, вы еще сюда пришли саботировать государственное решение. Ну, то есть прочитать законопроект перед его голосованием с точки зрения Володина – это саботировать. Вот, понимаете, зачем было вот гнать такую волну, если они не собираются вот прямо сейчас быстро-быстро организовывать мобилизацию? Я вот не очень понимаю, значит, ну, делали бы с чувством, с расстановкой, там, первое чтение, обсуждение, второе чтение, обсуждение, третье. Ну, как-то вот так. Значит, я думаю, что они до последнего момента оттягивали, не хотели делать эту мобилизацию, до последнего момента надеялись, что все-таки контрактников наберут. И потом уже, когда припекло, когда стало понятно, что вот завтра, условно говоря, уже фронт рухнет, потому что там пушечного мяса нет, значит, вот тогда и побежали уже. Поняли, что контрактников набрать все равно не удастся, зря надеялись. Значит, давайте вот будем мобилизовывать. Я это так вот понимаю. Ну, кстати, объясню нашим зрителям. 11 апреля Госдума приняла в трех чтениях этот закон. На следующий день Совет Федерации резко быстро это одобрил. И 14 апреля Путин подписал перед выходными, да, как всегда. И здесь два вопроса. Или то, что вы говорите о БАС, что они как-то в минуту поняли, что вот-вот фронт рухнет. Или они решили вот быстро принять этот законопроект, потому что, чтобы он долго не висел в инфополе, да, потому что много об этом не говорили. Все, закрыли и все, вопрос. Не-не-не, в этом смысле как раз, ну, они же создали, вот пытаясь принять спешно, они создали дополнительное количество негативных информационных поводов. Вот я только что рассказывал про дискуссии о том, должны депутаты читать законопроект, за который голосуют или нет. То есть эта тема образца дополнительным количеством смыслов, безусловно, негативных для властей. То есть они добились только того, что эта история, ну, прямо вот взорвала информационное пространство. Если бы они это делали, как положено в рамках регламента, то каждый следующий, каждый... Ну, то есть не было бы кумулятивного эффекта, было бы несколько слабых информационных поводов, а не один сильный, понимаете. Это было бы для них лучше. Ну, прошло первое чтение, окей, это еще не окончательно там, да. Прошло второе, значит, ну, это еще не окончательно, да. А третье прошло, так уже вроде что сейчас обсуждать, уже обсудили все, когда первое и второе шло. Ну, то есть это, знаете, как лягушку надо варить, вот, значит, помести ее в холодную воду, поставить на кастрюлю, она не заметит сама, как творится. Да, если ты ее бросишь в кипяток, то она шокированная вот этой перепадом температуры обратно выскочит. Вот. И поэтому им это было не одинненно. Поэтому я это понимаю, как то, что у них реально там пригорает уже. А пригорание, вы знаете, в подтверждение ваших слов, потому что Пригожин, да, владелец ОПГ «Вагнер», которые воют в Украине, которые фактически сейчас есть ударной силой, или были ударной силой, да, потому что их очень много ликвидировали. Что сказал Пригожин вчера вечером, что, вот, процитирую его пресс-службу. Ну, для власти Российской Федерации и для общества в целом необходимо поставить какую-то жирную точку в так называемом СВО. Мы понимаем, он говорит о прекращении огня, перемирии или что-то еще другое. Но если уже Аббас Пригожин говорит о том, что, да, Пригожин всегда говорил, вот мы взяли куст, вот мы взяли куст около куста. Но радости и бравады было очень много. А сейчас он говорит, что нужно прекращать. Это, мне кажется, такой тревожный, да, колокол. Ну, конечно, да, это индикатор серьезный. Я думаю, что Пригожин сейчас, он просто, знаете, он в таком положении, когда он, ну, он же очень сильно потерял по сравнению с осенью. Вот осенью он набирал обороты прямо там, ну, такой спаситель отечества. А начиная с зимы, ну, вы знаете, там снарядный голод у него начался, значит, его из тюрьмы выгнали. То есть не разрешили больше вербовать в тюрьмах людей, отдали эту тему Министерству обороны. Значит, он сам жаловался, что спецсвязь ему отключили, что на его звонки там чиновники перестали отвечать, значит, его из информпространства. Ну, если не полностью выдавили, то резко уменьшили его присутствие там, снизили его, ну, практически до нуля. Вот. И, в общем, Пригожин явно не в фаворе сейчас у Путина, у системы в целом. И он пытается нащупать почву под ногами. И он, поскольку у него есть свой медийный ресурс, ну, такой плохенький, но все-таки есть. Он пытается вот его использовать. Ну, если у него инструментов не так много в нынешней ситуации, да, когда его отсекли от всех там, значит, традиционных чиновничьих рычагов принять решений. Вот он в этой ситуации пытается опереться на общественное мнение. И поэтому то, что он делает, то, что он сказал, это, ну, принцип популизм чистой воды. То есть он понимает, что запрос на окончание войны колоссальный. Он понимает, что вот он сейчас это скажет, и все, значит, ну, большое число людей обрадуются, ухватятся за эту идею и скажут, о, господи, спасибо, что вот есть у нас такой умный человек, как Евгений Пригожин. Да, и то есть это просто попытка понравиться публике, значит, и это, и сам факт того, что вот так подобного рода популизмом Пригожин занимается, может служить еще одним подтверждением того, что запрос на мир растет. Значит, особенно понятно, что это история в преддверии предстоящей волны мобилизации, ну, тем более на нее спрос большой, да. То есть, напомню, что в сентябре-октябре прошлого года, когда первая волна мобилизации была запущена, спрос на мир взлетел за месяц, ну, там, без малого, два раза, ну, там, почти полтора раза, значит, а спрос на войну уменьшился. Значит, если в сентябре, согласно данным Левада-центра, люди, которые говорили, значит, мы за мирные переговоры, их число было примерно равно числу людей, которые говорили, мы за продолжение войны до победного конца, где-то их было примерно по 44-45% в каждой группе, да, то в октябре, вот после того, как мобилизация началась, люди, которые говорили, мы за немедленно переход к мирным переговорам, их число выросло с 44-45% где-то до 58-59%, ну, там, почти 60%, а число людей, которые выступали за продолжение войны, за войну до победного конца, уменьшилось из тех же самых 44-45% до где-то 32-33%, если не ошибаюсь, может, 34% максимум. То есть, если до этого соотношение было один к одному, то после этого соотношение стало, получается, 2 к 3. И в этом смысле, значит, вот ровно это сейчас ждет нас, вот в свете новой волны мобилизации, да, и Кругожин подыгрывает этим настроением. Абасов, еще возвращаясь к вопросу подписания закона Путина о мобилизации электронной, повестке электронной, как вы считаете, это уже немножко другой шаг, другой разговор, и не боятся ли власти, потому что мы понимаем, когда тебе приходит бумажка, да, ты еще влияешь как-то на этот процесс, ты можешь убежать, тебя нету, с двери жена, там, дочь скажет, здесь он не проживает, а здесь мы понимаем, что передают сведения в реестр обязаны и МВД, и суды, и учреждения учебные, все. И теперь ты на процессы не влияешь, ты потенциально уже на войне. Что я имею в виду, каждый теперь в России потенциально, он уже на войне, потому что, ну, в кабинет пришло, и там как, имеешь ты смартфон, имеешь ты доступ к кабинету или нет, ты получил... Это твоя проблема, это твоя проблема. Да, да, ну, эта система позволяет говорить о том, что война становится уже... Вот есть такое понятие «тотальная война», да, когда, ну, или, можно сказать, подготовка к... Ну, да, «тотальная война» — это адекватный термин, то есть это когда воюет уже все общество. Не так, как до этого было, значит, вот там какая-то группа людей воюет, а все остальные живут как раньше. Да, а теперь это вот... Даже если людей всех не мобилизуют, ну, то есть, понятно, что всех никогда не мобилизуют, но, значит, даже если не мобилизуют там очень много людей, а мобилизуют там совсем немного, ну, под ударом-то все равно все оказываются. То есть, все, в принципе, все мужики вот этого возраста, они, значит, ну, теперь там со страхом открывают эти госуслуги свои, да, и заглядывают туда. Вот, то есть, в ожидании, в понимании, что я беззащитен перед этим государством, как оно захочет, так и сделает, теперь, ну, оказалась вся мужская часть населения страны, в общем-то. Если говорить, Аббас, об этой утечке информации с Пентагона, да, нашумели очень много информации, мне даже кажется, что многие издания, умея, начали просто подтасовывать свои идеи, придумывать что-то, и говорите, это утечка. Очень много, но, тем не менее, есть утечка с Германии, они говорят, что это с тех же документов. Хорошо, Аббас, давайте так. Как политтехнолог, это утечка кому на руку больше? России, Украины и Соединенным Штатам? Кому? Или это никому не на руку? Игорь, а я же не знаю, насколько правдиво то, что утекло. Ну, то есть, если утекшее действительно, вот там, условно говоря, планы Америки помогать Украине, планы Украины там на контрнаступление, если утекла правда, ну, тогда это невыгодно Украине, невыгодно Америке и выгодно России. Но я-то не знаю, а вдруг это блестящая кампания по дезинформации России, организованная Украиной и Энтагоном. И те планы, которые утекли, не являются реальными планами, а являются планами дезинформационными. Вот я, из того, что я вижу, я не могу сделать вывода. И я думаю, что мы сможем об этом говорить уверенно, только когда все вот закончится уже, за одним числом посмотрим, и тогда, может, поймем, это утекали реальные планы или нереальные планы. И то, наверное, не факт, что получится, потому что, ну, после утечки-то планы тоже меняются ведь, да? Поэтому много очень непонятного, много очень мутного в этой истории. И вот я даже не возьмусь судить, что это. Повторюсь, это действительно может быть операция российских пресс-служб. Опять же, непонятно, если это операция российских пресс-служб, то зачем они это слили в эти свои телеграм-каналы-то? То есть, ну, по идее, ты добыл информацию ценную, беги к Путину, клади на стол, да, и держи это все под замком. Вот, так всегда это бывает. А тут зачем-то это слили в свои собственные телеграм-каналы, как будто не столько там хотят, значит, реально, так сказать, там, на события как-то вот, ну, для военной, так сказать, игры это использовать, эту информацию, а больше хотят похвастаться перед людьми, перед гражданами, смотрите, какие мы молодцы, какие мы американские секреты добываем. Ну, то есть, как будто бы для них общественное мнение, вот произвести впечатление на общественное мнение, важнее, чем реально выиграть войну. Ну, так это выглядит, да, зачем сливать-то еще? Ну, то есть, ради того, чтобы произвести впечатление на публику, ради чего еще? Да, поэтому, ну, непонятная история, поэтому не факт, что они это добыли, действительно, а, значит, может быть, действительно, это утечка, там же арестовали американцев вроде какого-то парня, да, и, может быть, это действительно такая, ну, как говорят, самое простое объяснение, обычно самое правильное, да, и вот тогда, ну, тогда, да, это, конечно, невыгодно американцам, то есть, это демонстрирует то, что у них там дыры в обороне есть, так сказать, вот. Но, опять, совершенно не исключено, что если ты ведешь такую блестящую информационную, дезинформационную кампанию, да, пытаясь заманить россиян в какую-то ловушку, российскую армию в какую-то ловушку, ну, так ты и арестуешь кого-то, никаких проблем, какое-то время там продержишь человека, значит, ну, к тому же он твой собственный военнослужащий, то есть, ну, со своим-то всегда можно будет там разобраться, вот. Так что, не знаю, честно скажу. Ну, знаете, что еще странно мне, БАЗ, то, что, если вообще три уровня безопасности документов, это конфиденциально, секретно и топ-секретно. Эти документы о том, какие там вооружения, это секретно было и топ-секретно. Но там даже нету направлений, куда стремиться атаковать ВСУ, никакой конкретики. Ну, тоже как-то удивительно, секретно-топ-секретно, но ничего, все очень так расплывчато, да, непонятно ничего. К чему я вел? Одно из утечек говорит, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев, начальник генштаба Валерий Герасимов были против того, чтобы началась так называемая специальная военная операция, и даже якобы пытались саботировать план Путина, когда он был на химиотерапии. Ну, немножко такое, знаете, обросло, но что вы об этом думаете? Да я не очень верю в эту историю, в этой части, по крайней мере. То есть, ну, во всяком случае, никаких других доказательств того, что Патрушев... Ну, то есть сейчас Патрушев работает совершенно очевидно на эскалацию. Значит, и то, что вот в тот момент он был таким миротворцем, ну, как-то у меня не очень это стыкуется с нынешним его поведением. То есть, в тот момент почему-то он так хотел сделать, почему-то не сделал, а потом быстро там, так сказать, исправился и стал теперь топить по максимуму война до победного конца, военное положение и все вот это. Непонятно, почему вот эта трансформация произошла. Значит, мне вообще кажется, вот я уже про это говорил, что мне вообще трудно себе представить, чтобы эти люди, особенно вот Герасимов, ну, вообще были способны на противодействие Путину. Мне кажется, что они, ну, вот после того, как, знаете, там Герасимову первых несколько дней, в принципе, должно было хватить, чтобы понять, что, ну, там, его армия – это бумажный тигр. Ну, то есть вот такие вещи обычно очень сильно бьют по твоему собственному, знаете, ну, по уверенности в себе. То есть ты растерян, ты совершенно не веришь в свои собственные силы. Ну, то есть, понимаете, дело всей твоей жизни рушится. То есть Путин… То есть ты долгие годы создавал самую сильную армию в мире, да, и тут она, значит, на каких-то украинцах, которых ты вообще за людей не держал. Вдруг она, значит, поскользнулась. Вот на парадах она молодец, а как только до дела дошло, так тут же получила по зубам и села на пятую точку. Ну, такие ситуации, люди обычно вот растеряны, и чтобы, знаете, там, вдруг осознанно там пойти против начальства, ну, такие вещи вот, идти против начальства в такой стране, как Россия, это требует реальной уверенности в себе, в своих силах, твердого понимания, что ты знаешь, что ты делаешь, что ты способен справиться с тем, на что ты замахнулся, да. Вот мне кажется, у Герасимова, вот, буквально через несколько дней после начала войны, у него вот не было этого ощущения, да, поэтому я не верю, что вот он был на что-то такое способен. Правда, там мелькнуло вот в этом сообщении, да, мысль о том, что Герасимов, именно Герасимов потом в какой-то момент отказался от этих планов, да. Ну, то есть, теоретически можно себе представить, что, да, Герасимов вот не смог решиться на это, и в конце концов отказал Патрушева, а Патрушева его сначала подбивал. Но все-таки, повторюсь, ну, ничто не указывает, ничто в поведении Патрушева не указывает на то, что он, значит, на такое способен. Да, это человек, который, ну, всегда выбирает путь эскалации. Чего вдруг он решил отыграть назад? И опять же, если это было так, но Путина был год уже, чтобы после этого с ними расправиться, но он и Герасимова на какое-то время отстранил от руководства, но потом вернул. А Патрушев так вообще теперь правая рука и главный оператор российского политического процесса. Поэтому, значит, непонятно. Не очень достоверно, с моей точки зрения, выглядит. Понятно, Аббас, дальше мы используем, да, открытые источники, ну, потому что мы закрытых информаций не имеем. New York Times передает, что в феврале, да, Путин был обеспокоен конфронтацией Пригожина и Минобороны, и Шойгу, и даже, собственно, лично организовал ихнюю встречу. Верите вы в то, что могла состояться такая встреча? И сейчас, анализируя то, где Пригожин, а где Шойгу, удалась эта встреча, не удалась, или все-таки Путин и Минобороны решили, что много Пригожина на этой войне, много это человека, который непредсказуем, и или его нужно или полностью убрать, или показать, что будь тише травы. В то, что такая встреча состоялась, я верю. Я просто даже, ну, с самого начала предполагал, что, ну, не может быть, чтобы ее не было, потому что, ну, вот эти конфликты, ну, они же реально контрпродуктивны, конфликты между армией и Вагнером, они же бьют по самому Путину, и не может быть, чтобы Путин не попытался эту проблему решить. Вот, то, что Пригожин в проигрыше, это совершенно очевидно, но, значит, вот тут важно понять, в чем причина этого проигрыша. Вот вы, если я вас правильно понял, вы считаете, что, ну, вот сейчас вы сказали о том, что причины такие военные в Корее, да? А я думаю, что причины, в первую очередь, политические, то есть Пригожин реально создал проблемы, политические проблемы самому Путину, то есть он своей вот этой безумной активностью, в принципе, подтачивал вот ту конструкцию, значит, которую на протяжении долгих лет создавал Путин. Он ведь, в принципе, ну, Путинская вся конструкция держится на бюрократии, а бюрократия, она вся построена на чинопочитании, на то, что, значит, наверху начальство, оно как бог там, да, никто не смеет его критиковать. А Пригожин там всю военную верхушку, значит, там последними словами кроет, не просто сам даже кроет, бог бы с ним. Так и его, Вагнеров-то там записывают видео, где, значит, называют начальника генштаба значит, представителем сексуальных меньшинств, да, и Герасимов молчит. Ну, вы же понимаете, что это бьет по авторитету Герасимова в той же военной среде. Да, когда Пригожин оскорбляет Медведева, председателя правящей партии, на секундочку бывшего президента, значит, когда он оскорбляет, наезжает на Кремль, на администрацию президента, обвиняя его в том, что там куча тайных сторонников Ходорковского и Америки, и, значит, которые готовят поражение России. То есть он прямо просто разрушает эту всю вертикаль, всю иерархию. Знаете, значит, я думаю, что, чего пытался добиться Пригожин, вот в принципе правитель, опирающийся на силу, на штыки, он может править теоретически двумя способами. Первый способ это такой традиционный, ты опираешься на силовиков, оформленных в виде какой-то бюрократии. Да, это там НКВД, ФСБ, там Гестапо, румынская секретата и так далее, и так далее. Но есть еще и такой менее традиционный способ, он часто используется, например, в Латинской Америке. Вот наиболее яркий пример это Дювалье со своими Тантон-Макутами. Это когда основная группа, на которую ты опираешься, она не оформлена в виде какой-то структуры. Да, это какая-то бесструктурная масса. Можно Опричников Ивана Грозного, например, вспомнить, можно вспомнить Хунвейбинов, значит, времен Китайской революции. Это всегда группа, которая набирается из маргинальных слоев, из принципиально неэлитных слоев, и они благодарны правителю за то, что он их возвысил, выдернул, ну, что называется, ретел воронов боярские хоромы из грязи князя. И они преданы лично правителю, обычно к такому способу прибегают, когда они могут положиться на традиционную мюрократию, на элиты, то есть правитель считает, что они по отношению к нему нелояльны, и тогда он создает им противовес, вот эту массу, типа народную, маргинальную, скорее, правильно сказать, с помощью которой правит. И Пригожин, в принципе, я думаю, он толкал в этом направлении, то есть государственная бюрократия, значит, а, нелояльна, б, неэффективна, армия воевать не умеет, вот, поэтому вот он Вагнер, да, вот эта структура, которая там, она не просто воюет, он же в какой-то момент обморозов, он сказал, из простой ЧВК мы должны превратиться в армию с идеологией, то есть это вот как те же самые Тантон Макута, они являлись одновременно и силовиками, да, и такой структурой, которая, ну, вроде как политическая партия почти что была, да, такие функции какие-то исполняла там общественные организации, понимаете, и вот Пригожин претендовал на что-то такое, и, возможно, Путин какое-то время этот вариант даже рассматривал, вот, в тот момент он был разочарован в первую очередь в армии, да, которая была неспособна, значит, сначала там была разбита под Харьковым, потом отступила из-под Херсона, одновременно, значит, был разочарован государственная бюрократия, когда выяснила, что она совершенно не в состоянии нормально организовать мобилизацию, то есть мобилизация там прошла через пень по колоду с огромным количеством скандалов, когда солдат не могли ни вооружить, ни экипировать, когда они за свой, собственно, счет покупали обмундирование, бронежилеты, ну, то есть, как в средневековье, такие реки, идут воевать за свой счет, вот, и он, будучи разочарованным, наверное, в какой-то момент вот этот вариант, ну, вот этот вариант такого вот Антона Макутства, условно, так его назовем, рассматривал, но потом Путин, в принципе, человек консервативный, и, в принципе, он бюрократ такой настоящий, конечно, вот, в нем бюрократ победил уголовника, может так выразиться, и поэтому, судя по тому, что звезда Пригожина стала закатываться в последние месяцы, он все-таки сделал ставку на, на, вот, традиционную бюрократию, да, и Пригожина подприжал, чтобы он не создавал Путину проблем вот в отношениях с бюрократической машиной, с элитами в целом. Аббас, скажите, пожалуйста, как вы считаете, Кремль или, собственно, Путин, они сейчас беспокоятся о Крыме, почему? Потому что, вот, последняя новость с полуострова оккупированного, то, что пляжного сезона там не будет, да, это артерия основная, за которую люди имели за что жить целый год. Потом перебрасывание техники с юга на север, потом окопы, и вот заявление последнего Путина, что нужно уравнять зарплаты в Крыму и так, как есть всех других регионах России. А мы что понимаем, что Крым опять становится дотационным, да, как Чечня. Вот есть ли опасения в Кремля, что не так уж и прочно мы контролируем полуостров, как раньше? Я бы, знаете, Игорь, не знаю, что отдал для того, чтобы увидеть реальную социологию по Крыму, потому что на самом деле это чрезвычайно интересная ситуация, то есть с одной стороны я сам своими глазами в 18-19 году видел социологию тамошнюю, не кремлевскую, а вот ту, которую делали люди, которых я знаю и которым в принципе я доверяю. И тогда настроения там были абсолютно пророссийские, но когда вдруг выяснилось, что Украина молодец, а Россия это такая большая позоривость после того, как в прошлом году план появился, я уже тогда написал, что наверное в Крыму там очень сильно есть ну такой прям знаете, такая же шизофрения такое расщепление сознания, то есть а те наши-то там, от которых мы тогда сбежали, они-то оказываются ого-го-го молодцы какие, а эти-то, к которым мы прибились-то родная гавань, они-то там вообще позорники оказались, плюс сейчас ну то есть весь мир поддержал Украину, Украина побеждает, Украина демократия, Россия скатывается уже в тоталитаризм уже такой, да, плюс безусловно вот ну опасения войны, то есть они же видят, что Россия проигрывает эту войну, да, опасения вторжения Украины, они очень сильны, да, и Крымский мост взорвали, ну то есть такая куча факторов на это, на тамошние ситуации давит, что вот я совершенно не исключаю и того, что там все-таки настроения, значит, пророссийскими остались, как я их тогда видел, ну то есть изменились, но не сильно, и того, что они изменились, на самом деле, очень заметно стали гораздо более проукраинскими, вот, не знаю, если честно, но думаю, что Кремль, конечно, который тут социология получает, вот, он действует, то есть вот эти те поступки, о которых вы говорите, он совершает, опираясь на вот свое понимание того, что там с общественным мнением происходит, в общем, могу сказать уверенно сейчас только одно, для Путина утрата Крыма это, конечно, ну окончательный такой удар, ну то есть Крым для него лично такой символ триумфа, его, это вершина его политической карьеры, это, ну там, лучшее, что было в его жизни, и лишиться всего, это вот крушение там, дело всей его жизни, и он понимает, что потерять то он может, я не знаю про настроение в Крыму, повторюсь, но в самой России это еще осенью писали, что даже в патриотических группах, то есть там отдельные соцопросы проводились вот в среде значит патриотов, патриотов, значит, даже там уже стали звучать, стала звучать точка зрения, которая еще полгода назад была немыслимой, мысль о том, что да и Крым можно отдать к черту вообще, то есть там уже появились такие упаднички настроения, что надо прекращать вообще эту войну, то есть Донбасс нам на черт этот остался, да, и даже Крым строго говоря, ну и что нам с него, то есть такая точка зрения в России становится, если уж она появилась в среде вот этой патриотической, то понятно, что в целом по обществу значит, она распространяется, ну и объективно говоря, ну так по-другому быть не могло, да, потому что ну создали фетиш из ничего, из того, что не является какой-то там большой ценностью, что в России земли не хватает, что ли? Ну то есть понятно, что значит, если бы это была какая-то Япония или Китай, то для них каждая новая территория это действительно ну такое серьезное приобретение очень важное. У нас с нашей фантастической низкой плотностью населения с огромными неосваиваемыми территориями, то есть у нас людей не хватает, а не территорий. И в этом смысле Крым объективно не является такой уж большой ценностью и там то, что это база для флота, да перебазируйте свой флот какой-нибудь Геленджик там, да и вообще с вашего флота, что нам-то, да, вот простым россиянам, я имею в виду. Вот. Эти настроения просто они должны были появиться, по-другому быть не могло, потому что, повторюсь, вот объективно ценностью для людей Крыма не является для россиян, в отличие от украинцев, для которых это ну свое, отобранное, и для них это важно, символически важно привернуть. Не является или уже не является о Крыме для россиян? Ну вот я говорю, что в эту сторону дрейфует, то есть нельзя сказать, что мы уже окончательно в эту точку пришли, доказательств того у меня нет, но доказательства дрейфа есть, и строго говоря, повторюсь, просто с точки зрения даже логии, ну понимания закономерности функционирования общественного мнения, я исхожу из того, что это неизбежно движение, и Путин это тоже понимает, да, и поэтому он боится, я повторюсь, я не знаю, что там с настроениями самих крымчан, могу ошибиться, но с настроениями, что с настроениями остальных россиян, и что им все дальше вот это, туда, это в Крыму, дела нет, в общем, вот им, вот это точно есть, да, и Путина это не может, конечно же, не привозить, вот это я точно могу сказать. Абас, последний вопрос, вот при тем, как я готовился к разговору с вами, я увидел интервью Лаймы Вайкуле, да, это певица, которую хорошо знают в СНД, и она сказала, как закончить эту войну, очень просто, россияне, возьмите оружие и уходите из Украины, и вот я вспоминаю, мы с вами говорили о Али Пугачеве, да, которая уехала с России, это не политики, но это люди, и Лайма Вайкуле, Слепаков, да, Семен, та же, Алла Пугачева, тот же Галкин, они не политики, но они имеют очень и очень большое влияние в обществе. Как вы считаете, если бы они одним фронтом выступили и регулярно бы высказывали свое мнение и свое недовольство, да, мягко говоря, о том, что они против войны, это бы помогло как-то изнутри России? Конечно, то есть, конечно, чем больше голосов, тем более голосов людей авторитетных, которые озвучивают мысль, что все, пора прекращать эту войну, вот прям жестко вот так, да, чем, конечно, больше влияние на российское общественное мнение антивоенному лагерю бы удалось оказывать. То есть, пока в основном звучат голоса одних и тех же людей, там, условно говоря, Литковы, там, Ходорковский, там, Навальный из тюрьмы что-то пишет, Яшин там, ну, то есть, голоса политиков, а если к этому добавятся голоса не политические, ну, строго говоря, этих людей нельзя обвинять в том, что они совсем молчат, да, время от времени они это озвучивают, ну, вы же меня спросили о том, если бы они озвучили это более часто, да, более последовательно, то, конечно, это бы усилило воздействие на умы граждан, к тому же, надо понимать, что граждане все более и более растеряны, особенно сейчас, вот в свете предстоящей массовой мобилизации у оппозиционного лагеря, у лагеря противников войны появляется возможность достучаться до сердец тех людей, до которых прежде достучаться не удавалось, знаете, ведь люди же не хотят воевать, это же совершенно очевидно, это видно потому, что в качестве добровольцев никто не идет, то есть очередей добровольцев нет, поэтому приходится их мобилизовывать значит насильственно, да, и, то есть с одной стороны люди не хотят идти, значит, воевать, а с другой стороны они, ну, боятся, так сказать, прослыть там дезертирами, там, трусами, да, и вот это несоответствие между вот этими двумя желаниями, ну, вот эта нестыковка, да, порождает как раз такое напряжение, такой создает, можно так выразиться, вакуум, который может быть заполнен оппозицией, то есть эти люди сейчас ищут аргументы, и если оппозиция им даст аргументы, объясняющие, что твое нежелание идти воевать не просто не является позорным, не является преступным, наоборот, оно является почетным, правильно, вот люди эти аргументы бессознательно сейчас ищут, да, и, то есть именно сейчас создается спрос на вот эту историю, и новые, новые умы, так сказать, открываются для этого антивоенного дискурса, и, конечно, чем громче будет звучать вот этот антивоенный лагерь сейчас, тем, ну, тем лучше для сторонников, для противников режима и противников войны. Ну, Аббас, вам не кажется, что как-то нету того человека, который был бы посредником между вот этими всеми не политиками, но влиятельными людьми, который объединил бы их, да, и как-то совместным фронтом в унисон что-то предпринимать или действовать. И почему нет такого человека, потому что наверняка опасно быть белой вороной среди белых ворон, потому что мы знаем, руки в Кремля долгие. Ну, те, кто уехали, они Кремля не боятся, то есть все, кто выступает, они, видно, что они его не боятся, они не боятся для того, как Кремля. Но по каким-то причинам вы правы, кто-то вот не дорабатывает, не дотягивает, может быть, просто у людей нет ощущения того, что... Ну, то есть каждый на своем месте какую-то свою лямку тянет, да, но вот ощущение, что я могу вас главить, я имею на это право, я имею право там обращаться, условно говоря, к Пугачевой, но может быть вот этого чувства у нынешних российских оппозиционеров действительно нет. Может быть, Кремль преуспел действительно в том, что создал у них ощущение какой-то собственной маргинальности, где-то в глубине души, да, то есть у них сформировалось ощущение, что мы представители меньшинства, хотя, строго говоря, давно уже они не являются представителями меньшинства, вот, и может быть, поэтому они не могут на это решиться, я точно не знаю, я, честно говоря, вот в таком виде, как вы сейчас мне это сформулировали, я этот вопрос не задавал, и сейчас сходу у меня нет ответа, почему это так, но это действительно так. Да, да. Аббас, очень спасибо вам за этот разговор, очень спасибо, что начали время, чтобы поговорить. З нами был Аббас Галямов, российский политехнолог и политолог. Не забывайте, будь ласка, хочу просить вас, подписывайтесь, ставьте вподобайки и коментуйте это видео. Меня зовут Игорь Гаврищак, увидимся в эфирах 24-го каналу. Субтитры сделал DimaTorzok,